flexbox против css гайдов снова про теорию цвета смертоносный юай погнали смертоносный погнали короче говоря мы всем привет мы это проекте web design подкаст суровый веб выпуск номер 145 и на часах уже вот я не знаю как называть уже по идее 15 ноября 2017 года но мы-то с никита здесь сидим еще с 14 это как вот в новый год прошлогодний хлеб вот у нас вот у нас прошлогодний подкаст у нас подкаст он как бы уже вчерашний вроде сегодняшний но вроде уже вчерашний такой черственный немножечко подкаст хотя у нас все подкасты черстые на самом деле если так это потому что мы мы потому что мягкие слишком знаешь что самое главное на что самое главное что мы сделали сделали сделались еще более мягкими по отношению к нашим слушателям и зрителям. И вообще, нашим, скажем так, людям, которые нас хотят поддержать. Знаешь, чем? Слушай, не знаю. Особенно, когда ты скажешь, что мы стали мягче к нашим зрителям. Участились случаи жалоб на то, что мы хренососим своих подписчиков. Слушай, давай сегодня будем, наоборот, любить их. Будем любить. Сегодня любовь. Вот, смотри, для наших любимых, для наших любимых у нас теперь есть, знаешь, что? patreon.com slash uvdesign Пу-ру-пу-бум! Здесь я даже поставлю маркеры, добавлю какие-нибудь фанфары. Это стоит того, потому что вы все этого долго ждали, вы все этого долго хотели. Кто-то не очень долго хотел, кто-то не хотел. Но, тем не менее, я думаю, это событие, оно вызовет прям какой-то резонанс в ионосфере. Согласен, абсолютно. Теперь каждый, кого мы хренососили, может взять и денег нам дать. Представляешь? Охренеть вообще. Прямо с помощью patreon.com slash uvdesign заходит такой. Мы же ссылку положим, правильно, под визосом? Я думаю, эта ссылка, она будет прям, знаешь, как вот эти вот соли, спайсы и номер телефона на всех гаражах. Вот так же на всех гаражах будет patreon.com slash uvdesign. Конечно, конечно. И я просто хочу сказать, что вообще, в принципе, Patreon-платформа подразумевает то, что кто-то нас поддерживает за какие-то определенные суммы, а мы с помощью этой, как бы, поддержки делаем какой-то для вас, какие-то для вас, скажем так, интересные вещи, которые мы, в принципе, и так делаем, но будем делать еще лучше, новые, круче, короче. И вот эти вот цели, которые есть на Патреоне, те самые goals, вы можете как бы сами смотреть, что на что накоплено, скажем так. То есть вот чуваки занесли определенную сумму, все вместе, я имею в виду, всем скопом, вот всем этим, короче, роем занесли, там, я не знаю, 10 баксов в целых, 10 баксов. Короче, мы такие, ага, на 10 баксов там, это то-то, вот что у нас за 10 баксов? Предварительный доступ к подкастам. А, это если один чувак 10 баксов. Да-да-да, справа это награды. Надо, во-первых, сказать, что Patreon, он не как Kickstarter, мы разово собрали, что-то скрылись с вашими деньгами и ушли. Нет, на самом деле, Patreon это циклическая тема, и я вот тоже тут выяснил, мы как бы тоже, на самом деле, новички в этой теме. Деньги Patreon списывает первого числа каждого месяца. То есть, вот условно, у нас с тобой два патрона уже сейчас, внимание, это прям, это бомба. Это уже круто. Целых 4 доллара в месяц нам заносят, типа. Хотя, по идее, это причем с учетом комиссии. По идее, у нас один патрон, который заносит 5 долларов, и один патрон, который заносит 1 доллар. За вычетом комиссии, это как бы уже и 4 доллара. Вот такая вот у них математика, прям вот минус, сколько это получается? Минус 33 процента. Ну ладно, это может быть как бы еще изменится, потому что деньги списываются каждое первое число, и вот 1 ноября уже у одного из наших патронов списался доллар, потому что вот он как раз нас на доллар поддержал где-то там вот в конце октября. А вот в ноябре уже один человек подписался, подписался и тоже нам дал доллар, с него денег еще не списали. Он как бы уже может с гордостью называть себя нашим патроном, но если он, предположим, 29 ноября соскочит, то денег у него так и не спишут, а он, грубо говоря, почти месяц был нашим патроном. Вот такая вот тема. Поэтому вот эти все награды, которые вы видите справа в сайтбаре, они, вот те, которые написаны разовая награда, ничего личного, но эти награды, они будут раздаваться тоже в начале месяца, потому что вдруг вы сейчас таки скажете, я вот занесу по ценам 100 долларов, мы вам выдадим вашу награду, а вы перед концом месяца сольетесь и как бы получите на халяву все. Я прям умышленно вам говорю вот этот вот бактер и фичу, потому что, чтобы вы не, так сказать, не пугались того, что разовая награда, она будет вас ожидать только уже по истечению первого, так сказать, вот этого вот периода. Но кроме этого, здесь есть вступление, да, вот эти вот, как Никита сказал уже, goals, цели, на которые мы собираем наши деньги, все прозрачно, все подписано, то есть на Патреоне на самом деле есть возможность скрыть все, то есть не показывать, сколько у нас патронов, не показывать, сколько у нас там получается в месяц, а просто как бы, ну чтобы люди, хотя нет, по-моему, количество-то остается, но вот количество денег в месяц именно можно скрыть, то есть чтобы было непонятно, сколько там, каких именно патронов, почетных космонавтов, там штурманов и так далее, у нас здесь там есть некий прям нейминг, чтобы каждый человек мог себя прям с гордостью как-то называть, и здесь есть ленты. Это мы опять хвалим, то есть мы опять нихрена сосим сегодня, мы прям... Видишь, смотри, сегодня хваление полное. Да, на следующем подкасте я всех переименую просто в пидор, вот так вот там, почетный пидор и так далее, но нет, теперь пока космонавт и почетный космонавт, поэтому все хорошо. Здесь у нас лента постов, она подразделяется, соответственно, на посты для всех, вот, например, я здесь написал, что патреон страницы выходит из статуса бета и посты только для патронов. Я умышленно разлогинился из-под себя, потому что иначе вы бы увидели то, что могут видеть только патроны, но вот здесь в числе прочих тут разовые награды, включают в себя, например, возможность принять участие в записи, обсуждении собственной темы в нашем подкасте. Вау. Вау, согласен. Всего за 50 долларов в месяц, ну, собственно, вот в первый месяц вы получаете возможность поучаствовать в записи вот так же удаленно посредством веб-RTC какого-нибудь, да, там, протокола, связаться с нами, услышать наши голоса и высказать свое резкое фи. И вообще, это знаешь, это вот как, опять же, как мы с тобой любим здесь говорить, как в КВНе, разминку предлагает команда, а потом свой ответ. Вот чувак предложит нам тему, мы обсудим его тему вместе с ним, и он потом в конце скажет, вообще-то я вот ожидал, что вы вот скажете, вот это там, то, то и так далее. То есть, будет у него самый не смешной и длинный ответ будет. Да, да, как водится. Ну и супер награда, супер наш приз, это не автомобиль, конечно, но возможность принять участие в записи, обсуждении целого блока тем в подкасте. Плюс, собственно, все предыдущие награды, здесь как на Кикстартере. То есть, если задонатить 100 долларов в месяц, то в первый месяц можно прям шиковать вообще. Можно себя шейхом и веб-дизайнерском почувствовать. Потому что, ты представь, целый блок обсудить, целые светские новости. Ты потом сможешь всем своим внукам и детям говорить, что это светская львица, потому что обсуждал светские новости с юб-дизайном. Ну, подожди, ты получается лайфхак абсолютный сказал, потому что светские новости, они больше всего, наверное, идут их больше всего тем. Ну, понимаешь, возможно, они менее престижны среди наших подписчиков. Наших любимых и дорогих подписчиков? Ну, конечно, наших умниц. Ты представь, ну что такое светские новости обсуждать? Да это бабка любая сможет на... А вот научпоп? А вот научпоп, действительно, одну тем, кто вот эту вот гениальную. Вот это прям достойно самых только лучших. Ну, в общем... Согласен. Я вас призываю. На самом деле, один из наших тоже подписчиков высказался по поводу того, на самом деле, вот эту страницу Patreon мы уже показали некоторым людям, как можно видеть по каунтеру патронов. Уже двое человек даже польстилось. Так вот, кто-то мне... Человек, пожелавший остаться неизвестным, даже мне посоветовал снять отдельный ролик, который учит, как донатить на Патреоне, потому что вот он, он один из этих двух патронов, он сказал, что у него возникли кое-какие вопросы в процессе. То есть, на полном серьезе оказывается, это нетривиальная тема. И поэтому... Но это... Я считаю, что это минус Патреон, только Патреону минус абсолютно, потому что раз наши даже умные, умницы и умники не будут, то как бы... Кто тогда может? Да, им действительно нужно будет задуматься над своим UI и UX, но вот я думаю... Я не знаю, как я этот ролик, я микроролик включу в этот подкаст или надо будет его отдельно как-то положить и им кидаться во всех. Я тут даже... Ну, короче, мы... Этот вопрос мы еще обсудим и выясним, поэтому ура, ура всем, ура всем, кто... Завтра, представляешь, завтра обновляем страницу, после того, как подкаст вышел, а тут же 200 патронов. У нас уже 10 тысяч долларов в месяц как минимум. Причем каждый из них хочет поучаствовать в блоке подкаста и куда мы их девать будем все. Ну, я не представляю. Задеваем куда-нибудь, просто, понимаешь, это получается, что они все еще перед началом декабря-то сольются, потому что никто нам, кажется, 10 тысяч долларов не даст здравыми, они так чисто покрасуются. Но это мы скорее сольемся, мы все бабки заберем и как бы... Ну, посмотрим, что-то уже сразу контору спалил. В общем, вот такое объявление у нас для вас. Смотрите все ссылки в описании. Пишите пожелания на work.subakayuwebdesign.ru Мы вас обязательно услышим, подумаем по поводу того, что здесь можно улучшить, изменить и так далее. Ну и в Телеграме тоже нам пишите, в принципе, найдете там, где что. Кстати, Никита сейчас еще расскажет, где нас и как найти. Наш привычный блок, так сказать, полезных новостей, он в принципе красноречив. Конечно, конечно. Я думал, что как бы уже все, можно расслабиться, а на самом деле только напрягаемся. Во-первых, у нас есть сайт, кроме Патреона, у нас есть сайт ewebdesign.ru. Чем он полезен вам? Он полезен вам, во-первых, всем, во-вторых, самое главное, там есть специальная тема для ваших тем, которая находится, между прочим, в сайтбаре, право. Вы в ней оставляете самые интересные, на ваш взгляд, темы. Платили на какую-нибудь вот одну метку, как в этот раз, много таких хороших, вкусных тем. Короче, ну, мы же хвалим сегодня. То есть, сегодня вообще гениальные будете все. И причем это без преувеличения. Сегодня действительно гениальные. У меня даже где-то порядка семи тем, шести семи осталось на следующий выпуск. Понятное дело, что через неделю они мне, возможно, уже будут не такими гениальными казаться. Ну, через неделю мы не будем хвалить, понимаешь? Да, да, сегодня они все еще гениальны. Через неделю, может быть, мы уже не все из них обсудим в следующий раз. Но, как бы, тем не менее, это было реально круто, поэтому вы предлагаете в тему для тем нам темы, темные темы. Да, 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 да. И, кроме этого, можете зарегаться сразу у нас на сайте, чтобы еще проще отправлять вот эти темы интересные. Особенно вдруг, если мы прочитали, например, вашу тему, ну, это грех не зарегистрироваться. Конечно, это будет в следующий раз вам еще проще будет нам предложить еще какие-нибудь бомбы. Потому что, я думаю, даже статистика не врет, и большинство людей, они как раз сконвертировались в наших подписчиков после того, как мы успешно обсудили их тему, пока они еще, так сказать, в гостевом режиме ее предложили. Поэтому подумайте, подумайте об этом. Да, если вас интересует, например, какая-то реклама, вот, почему бы нет, в нашем подкасте. Достаточно известный подкаст в узких кругах. Конечно. Можете написать нам на worksobakaewebdesign.ru. Все, пишите worksobakaewebdesign.ru. Я, значит, Вася такой-то хочу, чтобы у нас мы, вы, нам, а мы вам, а мы сказали, а вы соответили и так далее. Прямо пишите. То есть, как бы, даже не стесняйтесь. Можете даже деньги сразу кидать. Кстати говоря, кстати говоря, деньги кидать, деньги кидать на ewebdesign.ru slash donate. Туда кидаете и, может быть, даже много кидаете и какой-нибудь комментарий. Вот я вам много кинул. Скажите, что Вася крутой дизайнер. Мы такие, Вася крутой дизайнер. Все-таки, что, реально Вася крутой дизайнер? На самом деле, он просто закинул 10 тысяч долларов в США нам. Да, потом просто будет отказываться от всех клиентов, которые ему накатятся с нашего подкаста, потому что никакой он вовсе не дизайнер, а просто там, я не знаю, сын олигарха. Так что, все Вася, задумайтесь, у кого из вас 10 тысяч долларов для нас есть, скидывайте. Кроме этого, у нас есть по адресу ewebdesign.ru slash about. Вы, кстати, замечаете, что я практически все говорю ewebdesign.ru. То есть, это все на нашем сайте есть. Вы как бы можете не тупить, просто зайти и вот ewebdesign.ru slash about. Там есть о том, текстик небольшой такой, о том, что у нас есть канал группа в Телеграме. Там все ссылки есть, зайдете, добавитесь там, будете, может быть, разговаривать в чате, может быть, не будете, может быть, просто будете дать сообщение. Это вообще все классно будет. Потом у нас есть еще стикеры, кстати говоря, во Вконтакте, vk.com slash ewebdesign. Зайдете, и там вы сразу в категории товаров, два товара, два стикера. Один с нашим логотипом ewebdesign, один с логотипом vdgames. Два товара, два стикера, это как ваш купец наш товар, и вот тут... Вот ваш купец наш товар, и как бы напишите там в личку, вам ответят, все вам пришлют в дальние уголки стран, поэтому нормальная тема. Ну, кстати, да, мы успешно отсылаем во все ближнее зарубежье. Дальнее, пока, к сожалению, не заказывал, хотя я точно знаю, что есть люди, которые могут, но что-то еще пока не было. А вообще, ближнее зарубежье мы все покрыли толстым слоем наших стикеров уже. Так что... Ну, возможно, дальнее зарубежье у них там наклейки с трампом, например. Как бы не очень интересен ewebdesign. Наклейки. Ну, хоть да, видимо, наклейки не очень, а сам ewebdesign, я думаю, максимально интересен все-таки. Да. Окей, обычный блок прошел, стандартный. Теперь, наконец-то, дизайн. Наконец-то, дизайн, блок с дизайном. В нем сегодня как-то много тем, но, может быть, это даже и к лучшему, потому что они все будут интересны. Вот, например, первая тема. Первая тема, видимо, не предложенная никем, потому что ссылка абсолютно голая на geektimes.ru. Причиной столкновения американского эсминса стал запутанный UI. Вот так вот. Между прочим, это хештег софт. Точнее, просто тег софт. То есть, я-то думаю, интерфейс, фактически, что крутивочки какие-то непонятные. А тут, походу, все-таки в самой программе. Ну, ладно, не буду забегать. Тут как бы суть в том, что надо сначала сказать, что эсминец, это, чтобы вы понимали, корабль. Это, чтобы вы понимали, корабль, причем большой такой, военный. И на нем плыли американцы. Так. И, значит, он реально, тут как бы не то, чтобы нельзя смеяться, но реально пацаны врезались в других пацанов. Только из-за того, но не только, из-за того хорошо. 50 на 50. 50% из-за того, что реально сложный UI, а вторые 50% из-за того, что пацаны не сильно подготовлены были, которые были в команде, собственно, на эсминце. Я долго объяснять не буду. Тут очень вкусно написано, какой командир кому что сказал, но главное, надо понять, что вот этот эсминец, это здоровая хреновина, которой надо уметь управлять. Огромная команда, сама на своих местах стоит, каждый знает, что нужно сделать. В общем, полный досвидос. И в один момент, короче, командир такой говорит, давайте, короче, там один из пунктов, опять же, не вдаемся в подробности, просто один из пунктов управления, давайте, короче, разделим на два. То есть, мы там пошли по такому-то курсу, все, давайте разделим. Значит, на одном пункте будет управляться только там условно что-нибудь одно, а на втором что-нибудь другое. На левом руле будет там только, не знаю, какой-нибудь скорость подаваться, а на правом там еще что-нибудь. На левом стуле будут вот эти, а вот на правом пике-то что-нибудь, да. Вот, и он решил вот два стула организовать и сам сел на оба, на самом деле. Почему? Потому что, короче, распараллелили-то, не распараллелили. Чувакам он всем сказал, да, все, значит, делаем, теперь работаем два потока, как бы, абсолютно разные, абсолютно разные два потока, то есть кто-то включает одно, кто-то включает другое, то есть тут надо понимать, кто что делает. Но, когда распараллелили, они, короче, там это все, естественно, софтина жесткая, там это все, как бы, не просто два рубильничка включить, как бы софт надо залить практически на гид, там, ну, в общем, там до свидоса. И они, короче, так сделали, что они на один из пунктов управления, вот этот, из двух стульев, они залили, короче, не какую-то часть функционала, а вообще все. Соответственно, у них получилась одна полная хреновина и еще одна дополнительная. Когда они, значит, начали рулить с помощью этого всего говна, они врубили ту на полную котуху, которая полная, и ту тоже врубили. Из-за этого у них полностью сбился курс на хрен, и они поперли, короче, по-другому. Когда они это заметили, они как-то слишком не по-солдатски поступили, но не то, что в смысле не по-солдатски, а скажем так. В смысле, что солдат ребенка не обидит, и они обидели? Они, короче, они начали кипятить, решить, вот что. И самое главное, и командир вместе с ними. Из-за того, что они запаниковали, короче, они начали врубать все рубильнички, сразу выключать, включать, тормозить, разгоняться, короче, полный досвидос, начали дворники у них сразу вращаться. Вот да, только что дворников не хватило. И, короче, понимаешь, вот это просто, я не знаю, ну, не то, чтобы ирония судьбы, это грустно, но, тем не менее, вот океан, там, море, оно большое, ну, много, большие расстояния, согласись, большие. Ну, конечно. вот, когда именно вот такая ситуация произошла, они наперли, короче, какую-то еще там лодку, еще какую-то посудину, короче, и врезались в нее. Вот именно вот, вот это надо, вот, знаешь, вот не попасть, вот, знаешь, вот застрянешь посреди океана, вот никого не найдешь, вот не в жизни, будешь лежать часами, днями, и никого никогда не проплывет мимо. А тут, или где-то перли, короче, через пути врезались. Ну, это как бы вот бывает. Тем не менее, короче, ну, реально, там чуваки погибли без прикольчиков, то есть они сильно врезались, что с того борта, что с того, то есть вот просто до свидания. Причем, они сигнал тревоги не подали, когда уже перли на них. Ну, то есть и те не подались, что они на них прут. Ну, короче, странное недопонимание произошло, какая-то паника непонятная, вообще все какое-то непонятное. Ну, вот пацаны запутались реально в UI, потому что у них на эсминции, как вы понимаете, это не просто, это не просто вам там Vue.js и не просто вам No.js, короче, это полная здоровая хреновина, которая там, она уже костистая, скажем так, у нее есть свои правила, по которым она уже написана, сделана. И надо уметь ей управлять. Вот пацаны не справились. Так что вот такой пример. Ты представляешь, вот опять же вспоминаются всякие фильмы, типа там Пиратов Карибского моря и так далее, и вот на самом деле, хоть как бы, может быть это по факту и не так, но парусные корабли, кажется, что им намного проще управлять, чем вот этим железным дерьмом, которое реально, оно весит, ну как дом, мне кажется, такой целый плавает. Сразу опять же вспоминается там World of Warlords of Draenor, там у них как раз были металлические корабли, и ты реально, да и просто там, я не знаю, кто в Севастополе был, тот понимает, о чем я. смотришь на эти корабли, и просто какой-то кусок железа гигантский, там с антеннами, с какими-то там трубами и так далее. Это настолько неповоротливое хреновое, что мне кажется, там надо 10 раз проверять людей, которые этим будут управлять, потому что, ну, случайно там засмотрелся куда-то, мне кажется, можно там пол порта протаранить, просто насквозь. И как бы да, это, конечно, еще не атомный этот ледокол, в котором еще ядерный реактор может это все поддерживать, и реально, мне кажется, можно тупо сушу всю протаранить, нахрен там, ну, какой-нибудь жесткий такой клин оставить, клин внедрения. Вот такие словосочетания у меня рождаются вечером, во вторник, клин внедрения. Ну, в общем, да, поэтому как-то не подготовились, но одно как бы радует, что-то не наши, хотя, опять же, это, конечно, такая себе радость, нельзя, люди погибли, это в любом случае плохо. Да, но у всех бывают всякие такие вот ситуации, поэтому разработки даже для эсминцев, казалось бы, там, типа, можно сказать, а, да что там легкое делать, зачем, люди научатся, их там научатся. Вот именно, там газ, тормоз просто и все, да, вот оказывается не только газ и тормоз. Да. Тут, кстати, вот фотография, я не знаю, последняя, да, это, да, последняя, там, где эсминец после столкновения с торговым судном. Ты посмотри, он столкнулся и сразу заржавел уже. Просто реально там, ну, такой красно-коричневый налет на нем уже, вот в местах, где именно трещина, он как только столкнулся, так сразу заржавел. Ну, да, ну, может быть, конечно, это через какое-то время, но все равно, да, там такая реально дырень. Хотя, опять же, ну, из нержавейки целый такой гигантский корабль сделать, он бы золотым выше, золото было бы дешевле, наверное, чем из нержавейки. Хотя, может, облицовка и так из нее, потому что, ну, реально, а как ты тогда по воде будешь плыть? Это уже такие детали, уже не относящиеся никак к подкасту про дизайн и разработку, мы тут про UI в конце концов. Ну, типа да, типа да. Ну, что, у нас сейчас еще интересная тема, между прочим, следующая. Ну, кстати, да, они на самом деле очень такие. Поверхностные, особенно вторая, просто потому, что мы это уже многократно раз объясняли, но тем не менее. Первая тема. Ученые впервые доказали, что архитектура и природа действительно влияют на наше настроение. Опять, стрелка-магазин, никуда мы от них не можем деться, и это, кстати, опять же, не последняя тема со стрелки. у тебя вот так. Не последняя стрелка. Да, не последняя стрелка в этом подкасте. В общем, вот то, что мы и так знаем на своей шкуре, то, что когда нам показывают какие-то там места из нашего детства, из нашего прошлого, у нас определенные эмоции разыгрываются. Вот здесь британский университет, то есть знаменитые британские ученые, они на полном серьезе, на кафедре нейробиологии, решили это все обосновать, но цифрами какими-то, так сказать, подкрепить то, что мы и так уже все знаем, реальными какими-то вот расчетами. Так вот оказалось, что на территории, которые мы находим важными или красивыми, влияет на наше настроение и благополучие. Кроме того, мы ассоциируем себя с пространствами больше, чем с предметами. То есть запоминаем скорее то, где стоял человек, чем то, во что он был одет. Ну и в самом деле, если ты уже стоишь, я не знаю, где-нибудь на Манхэттене, абсолютно на стрелке, стоишь-то там в синих джинсах или в коричневых, ты же уже стоишь, мать его, на Манхэттене. Вот как бы, видимо, для мозга оно примерно так же, как и для нашего. Хотя сейчас я тоже мозгом вроде говорю. А еще и в нее ем. Вот еще и мозгом говорю. Это одно из первых исследований, которое напрямую доказывает влияние различных мест на мозговую активность. Исследование поддержало крупнейший благотворительный фонд Англии National Trust. Короче говоря, здесь сразу на самом деле картинка, вот такая Филипп Джиелда, и картинка красивая. Это какая-то Норвегия, видимо, тут какие-то домики сразу на скалах и тут же горы заснеженные. Вот картинка вызывает хорошие эмоции. И я уже, как бы, поначалу я отметил про себя, что как-то они вот здесь умудрились запустить такую картинку, которая сразу у всех хорошие эмоции вызывает. И они там потом будут говорить про некий реестр изображений, которые, в принципе, типа крутые. И это не unsplash.com, как вы могли бы подумать, есть реально какая-то научная тема. Но сейчас дойдём, посмотрим вместе. В общем, они с помощью FMRT, то есть разновидности магнитной томографии, подключились к мозгу и смотрели, в каких областях обнаруживается активность в тот момент, когда показывают какие-то конкретные картинки. Опять же, вот, например, если мы будем вспоминать доктора Сергея Вячеславовича Савельева, вот он предпочитает думать, что томография это не самый гениальный способ определения, что как. То есть, грубо говоря, какая-то область мозга заработала, это ещё не значит, что она о чём-то умном задумалась, условно говоря. Хотя, опять же, когда ему его вот эти вот мысли по поводу того, что нужно исследовать мозг при жизни, он говорит, что надо увеличить разрешение томографа. То есть, видимо, всё-таки с помощью этой томографии он делает. Может быть, там же есть КТ, компьютерная томография, и вот магнитно-резонансная, да, МРТ. Видимо, вот он за КТ или что-то ещё. Я как бы вот в этих вопросах не очень силён. Да это и не важно. Вот британские учёные так считали, и как бы, почему бы и нет. Так вот, влиять на наше настроение могут любые городские объекты от парков до парковок. 21% респондентов называли важными места, связанные с городом, спортивные площадки, школы и парки. Два раза большее число опрошенных предпочитали пригороды и леса. Вот, кстати, видишь, так сказать, вот урбанистов-то их меньше, оказывается. Причём ровно в два раза, чем людей, которые хотят ня-ня-ня в ёлочках погулять. То есть, это, наверное, доказывает, что всё-таки мы как бы, ну, природные существа. И как бы урбанизм не проникал в нашу жизнь, и, наверное, опять же, в каких-то городах эти все процентные соотношения были бы другие. В каком-нибудь Ливерпуле, может быть, всё-таки города, от городов у людей больше превстаёт, чем от пригородов и лесов. Как минимум, потому что у них там пригородов и лесов-то особо нету, там, заводы, одни, как у нас, в Челябинске. Ну, в общем, да. Основано это всё, разумеется, на чувстве ностальгии, всем нам известным. И привязанность, она формируется не только через собственный какой-то опыт, но также через коллективный опыт, например, общие воспоминания с членами семьи или друзьями. Большинство респондентов считают, что конкретные территории помогли им лучше узнать своего партнёра, понять себя и свои отношения. То есть даже, грубо говоря, когда ты ходишь по местам, так сказать, славы своего партнёра или партнёрши, да, сейчас бы в 2К17 быть без партнёров, адекват своей партнёрши, то, грубо говоря, тебе это помогает лучше её понять, лучше понять, как задеть струны её дыши, в хорошем смысле, я надеюсь, не в плохом, и как-то, да, использовать это для дела. Но, в общем, хочется вот опять же подумать, вот здесь говорят про коллективный опыт. Вот, наверное, для русского человека там, вот Сталинград это что-то такое, прям вот, как триумфально и так далее. Как бы, несмотря на то, что сейчас такого города уже нет, чтобы ты понимал, Сталинград это Волгоград. Вот ты знал? Я как бы, вот, мне кажется, ночью меня разбуди, я не вспомню. А сейчас вот вспомнил. Так вот, кто-то, наверное, ну, большинство людей там окажется, и у них всё равно некий такой, хотел сказать, припадок. Вот есть упадок всего, а есть припадок, да, когда наоборот, вот возвышенность некую они, наверное, ощутят. То же самое там с какой-нибудь Третьяковкой или Зимним дворцом. Ну, то есть, все гордятся этими музеями, и как бы, да, около них всё равно что-то такое витает. Но также индивидуальные это всё вещи, понятное дело, тоже имеют какое-то всё вот место. Хотя, опять же, вот инфографика здесь есть красивая, она правда на английском, но под ней есть русская расшифровочка. Большинство респондентов чувствует свою принадлежность к местам внутреннего спокойствия 63% и значимым местам 70%. Больше половины участников исследований чувствует себя безопасно возле любимых памятников, парков и скверов. То есть, здесь даже вот те чувства, которые возникают, их подразделили на разных, что типа вот места значимые, к чему ты принадлежишь, места спокойствия. То есть, в каких-то местах тебе именно спокойно, может быть, потому что ты там маленьким ребёнком был, тебе было спокойно, и у тебя это всё, так сказать, осталось. Или вот значимые места, это если там, я не знаю, там наградили тебя в этом месте, ты там много проводил время, родился там, я не знаю, и так далее. Это, видимо, сугубо индивидуально, но вот каким-то образом британские учёные смогли вот эти все вещи из каких-то абстрактных слов к реальным цифрам привести. Ну, наверное, молодцы, чё? Как бы вот, я последний абзац только лишь зачитаю. И да, на самом деле, вывод-то такой, что основное для человека это пространство. То есть вот не то в каких-то часах или в какой кепке ты стоял в каком-то конкретном месте, а вот просто тот факт, что ты там был, оно вот прям всю жизнь тебя может преследовать в хорошем смысле этого слова. Таким образом, приятное нам пространство скорее успокаивает, чем провоцирует резкие эмоции. Третьи респондентов в ходе исследования признали, что испытают чувство радости и умиротворения. Гораздо меньше участников отмечали, что фотографии заставляют их взбодриться или почувствовать напряжение. При этом большинство как 61% готовы защищать места, которые считают важными. То есть опять же, когда вот это вот да я там за родной двор там стреляю в упор, видимо, британские ученые это первые люди, которые эту поговорку подтвердили математически. 61% за родной двор стреляет в упор. Ну, они интересно, сами это стреляют или нет? Слушай, я думаю, да, они из таких каких-нибудь револьверов, как Шерлок Холмс в стену стрелял и букву В выстреливал, что Виктория. Вот они примерно из таких как бы и стреляют. Да. Вообще, если делать отсылку британца, можно было бы сказать, что они еще из винтовки Гаранта М1 стреляют, но это уже прям сложно. Это уже не многие знают, что это винтовка фрагментов. У нас все знают слушатели все винтовки. Они потому, что генины. У нас, в принципе, слушатели все знают. Я не знаю вообще, чем их можно врасплох застать. Я даже не знаю, зачем мы вообще это рассказываем, в принципе, вот это все. Потому что, как бы, люди знают, я думаю. Кстати, изначально я думал, что ты скажешь, что все знают, потому что Call of Duty новый вышел, и там опять про Вторую мировую войну, и там как-то Гаранта М1, скорее всего, упоминалась, даже не вскользь, а даже прям вот с ней ты и бегаешь. Я, к сожалению, не знаю, но возможно, возможно, да. Ну, нет, если нет, то это прям, это недостоверно. Call of Duty один из десяти. Следующая тема. Ски и Жук прокомментировал в дополнение к теме теория цвета, в дополнение к теме, видимо, архитектуры. На самом деле, темы, они очень не сопряжены. То есть, в первой теме нам как раз говорили, что важно само пространство, не внешний вид, а пространство. Вот в этой второй теме, где теория цвета, тут-то все-таки про внешний вид. Вначале много предысторий о цветах, их моделях и кругах. Рекомендую сразу посмотреть раздел психологические воздействия цвета и следующие. Ну, здесь он прям процитировал куски темы, их я зачитывать не буду, потому что мы сейчас откроем уже самую тему. Она с сайта постнаука.ру. Хрен его знать, что за сайт. Но как-то вот прям здесь много всяких разделов, на самом деле. Я вот когда на их логотип буковку П в углу навожу, тут у меня мега-меню сразу вываливается с темами, так сказать. А, нет, это я на темы навел, а не на букву П. Лошары. Просто когда я навел на темы, потом навожу на букву П, то это мега-меню остается, то есть она не схлапывается. Ладно, в общем, тема называется «Теория цвета». И тут дама какая-то, я сейчас вот пролистну в самый низ, это не то чтобы важно, Наталья Панова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна архитектурной среды Московского архитектурного института. Вот такая вот женщина нам написала эту статью. И она пишет здесь очень многие очевидные вещи. Во-первых, физические основы, о том, что видимый человеком цвет возникает с одной стороны под влиянием объективного физического веления, это свет. То есть то, что свет светит, а с другой стороны в результате электромагнитного изучения различных частот на зрительный аппарат человека. То есть свет-то светит, а мы уже это всё воспринимаем в зависимости от того, какие у нас оптические эффекты в глазах происходят. Ну, мозг, понятное дело, это всё раскодирует, и психологи, они изучают воздействие цвета на психику человека. Вот я сейчас почему-то, когда здесь было сказано, что химики создают новые пигменты для красок, я вспомнил, что, например, вот когда, ну, я не знаю, в каком там, ну, пусть будет в каком-нибудь 17 веке, абсолютно цифры из башки, просто что, ну, не новое время, а как бы вот более или менее недавно, синих пигментов очень мало было в природе, то есть вообще в природе мало синего цвета. Почти весь синий цвет, который мы видим, например, небо или море, это на самом деле оптический эффект, это просто преломление. Понятное дело, вода, она как бы прозрачная, да и небо как бы тоже такое, то есть эта атмосфера, она преломляет свет, который идёт из космоса, от звёзд, ну, конкретно от Солнца, и поэтому она синяя, на самом деле она не синяя, ни хрена, она никакая, поэтому синего в природе очень мало, и даже когда вот видишь синие минералы, реально, которые прям вот тёмно-синие, не бирюзовые такие, беспонтовые, а тёмно-синие, аж вот завораживает, потому что, ну, ну, этого мало. Вот, что ты, Никита, ещё можешь синие вспомнить? Васильки, ирисы? Слушай, я бы даже их не вспомнил, если честно. Ну, вот реально, вот если так хрен к носу подвести, что вот синие вокруг нас в природе? Да ничего. Ну, деньги синие ещё было. Ну, вот, их тоже, я так понимаю, искусственно вывели, так сказать, не то, чтобы их на деревьях где-то собирают, хотя, вспоминается Буратино, и да. В общем, вот, и химики, они не так давно синтезировали синий цвет нормальный, поэтому он до сих пор для нас, ну, немножечко необычно его видеть, хотя, ну, небо и море, там и много где видели, но вот такой тёмно-синий цвет, он по-прежнему завораживает и концентрирует, потому что, потому что в природе его мало. Так вот, характеристики цвета, понятно, здесь сразу есть и спектральные характеристики, и то, что цветовые круги придумал ещё, оказывается, оказывается. Хотел сказать, Исаак Ньютон, но нет, он-то всего лишь через призму его пропустил, и в спектр разложил. После Ньютона, через 140 лет, Иоганн Гёте цветовой круг, вот этот вот нарисовал, который классически у нас дизайнеры любят использовать, после этого Отто Рунге, немец, круг цветовой превратил в цветовой шар. На самом деле, вот слушатели, я понимаю, что вам тяжело визуальные вещи какие-то воспринимать на слух, я максимально не останавливаюсь на картинках, ну, вы и сами знаете, что такое цветовой круг, если вы слушаете внимательно рубрику дизайн, поэтому, и сами знаете, что кроме всех этих цветовых кругов существует большое количество цветовых систем. Собственно, цветовые системы это способы систематизировать цвета, то есть важно отличать цветовые схемы от цветовых систем, потому что цветовые системы они просто в жизни, это то, как мы цвета представляем, начиная от этого круга и заканчивая, например, популярной цветовой системой Coloroid, которая является просто цилиндром, и по центру цилиндра у нас находится ну, вот этот столбик от черного к белому, так скажем, и к краям этого цилиндра повышается насыщенность непосредственно уже оттенков, которые вот по кругу расположены. Такое нам еще в университете говорили в курсе компьютерной графики, еще в компьютерной графике, естественно, говорили как раз про цветовые модели. это то, как эти цвета представляются непосредственно в информации. То есть, например, RGB, это аддитивная модель, насколько я помню, да, аддитивная, то есть они складывают цвета, чем больше ты цветов накидываешь, тем белее получается цвет. Есть субстрактивный, например, SMUK или SMIC, кому как угодно, CMYK, если угодно, это тот, который используется, например, в типографии. Это, как это сейчас, не аддитивная, но субстрактивная или просто субстрактивная, потому что от английского субстрактивная вычитать, это когда мы чем больше цветов добавляем, тем меньше у нас на самом деле его остается. То есть, в принтерах чем больше мы печатаем, тем чернее. А, например, в фотоаппараде чем больше света мы запускаем, тем светлее. То есть, в этом отношении, конечно, они кардинально разные и они их использование обуславливается просто вот физическими процессами. То есть, либо пропускание света на светочувствительный элемент, либо просто выпуск там тонера или краски, поэтому чем больше его, тем темнее, соответственно. Есть перцепционные модели HSB, HLS, LAB, YCC и все они базируются на том, как мы это воспринимаем. То есть, например, в программах типа Adobe Photoshop можно включить любую из них, в зависимости от того, как вам именно удобно в данный момент эти цвета воспринимать. Я очень часто использую HSB, например, и оставляю неизменным параметры S и B, Saturation и Blackness, насколько я помню, и меняю только H, Hue, оттенок. То есть, я делаю два одинаковых оттенка, желтый, например, и голубой, два их одинаковых по цветности и светности. Вот в таком аспекте. Поэтому это всё зависит, конечно же, от ваших потребностей в данный момент. Так вот, как раз то, к чему нас подвиг SKJUK, SKIJUK, это сразу перейти к параграфу про психологические воздействия света. Это, конечно, сложный процесс, который обусловлен разными психологическими факторами и базируется на физиологии нервной системы. И вот Василий Кандинский, Василий, Василий, это я уже что-то всё, Василий Кандинский в своём учебном курсе для Bauhaus, а есть у нас, видимо, какое-то такое учреждение Bauhaus, ну, хотя это, наверное, по-немецки будет архитектурный институт, потому что Bauhaus надо строить. Так вот, для Bauhaus он в своём курсе делает акцент на физических основах цветового порядка, исследуя, прежде всего, цветовое трезвучие жёлтый, красный, синий. Обратите внимание, не классический RGB, а вот жёлтый, красный, синий, с которыми согласуются, соответственно, три основные формы, квадрат, треугольник и круг. Почему именно эти для соответствующих цветов, не совсем понятно, но он попытался это объяснить. Так, в общем, вот, жёлтый, это динамика, движение вовне, острый угол. Вот, то, что жёлтый, это динамика, ну, допустим, синий противоположен жёлтому, усиливает его качество, ощущение холода, движение внутрь. То есть, жёлтый, это движение вовне, синий, это движение внутрь. Ну, и правильно, когда ты синячишь, ты же внутрь двигаешься, как бы, да? Ну, да. Почему-то он так вот это описал. И вот, для жёлтого, соответственно, если это острый угол, то это треугольник, а для синего, если это движение вовнутрь, то соответствует кругу, тупому углу. Красный, горячий, движение внутри себя соответствует равновешенности, тяжеловесности квадрата, прямому углу на плоскости. Такие абстракции, которым бы ещё сам Малевич, наверное, позавидовал, хотя, может быть, он в курсе этого был. Поэтому, да. Белый и чёрный — это молчащие цвета. Белый символизирует возможность рождения нового цвета, а чёрный означает поглощение. Ну, тут хоть ещё вот что-то как-то более или менее понятно. В общем, цвета по-разному влияют на человека. Мы всегда в этом подкасте это говорили, что в зависимости от этнических групп, от возраста, от какой-то территориальной принадлежности в России и так далее, в Америке как-то, разные цвета по-разному воспринимаются, но есть какие-то общие закономерности. Например, холодные цвета, фиолетовый, синий, голубой, они приглушают раздражение, хотя хрен его знает, ну, допустим, они, знаешь, как холодный компресс, который надо прикладывать. Пастельные цвета или даже пастельные обладают смягчающим и сдерживающим влиянием. Также есть цвета, которые влияют на восприятие пространства. Тёплые воспринимают ближе к нам, холодные, наоборот, подчёркивают дистанцию. Вот это, кстати, интересная строчка, то есть вот то, что тёплые воспринимаются ближе к нам, хотя солнце, оно тёплым светит, но максимально далеко находится, всё равно вот тёплые принимаются ближе к нам. Ну, я как бы не подвергаю это абсолютно никакому сомнению, просто, ну, вот, занятно. Ну, и здесь опять же написано, что в зависимости от пола по-разному воздействуют всякие цвета, поэтому люди, которые живут в холодном климате на севере, стараются восполнить нехватку солнца, и в жилье чаще используют тёплые цвета. То есть где-нибудь в Норильске, у всех в домах какой-нибудь бежевой краской всё выкрашено. Я вот до сих пор думаю, что они прям вот краской это делают там в Норильске. Почему бы и нет? Кстати, вот много кто использует, например, крашущиеся обои. У меня родители на потолке сделали обои под покраску. Они, правда, их белым покрасили, но как бы вот обои под покраску. Их можно любым цветом было сделать. А вот люди, живущие на юге, где много солнца, стараются и в одежде, и в интерьере использовать холодные или нейтральные цвета. Слушай, не замечал, но допустим. Рыжеволосые люди, возможно, просто тупо для контраста, то есть у них всё время ярко светит солнце, поэтому у них там белосиние какие-нибудь дома, я сейчас именно частные дома почему-то себе представил. Рыжеволосые люди предпочитают носить одежду холодных оттенков, синий-фиолетовый, синий-зелёный, то есть цвета дополнительные к оранжевым и красно-оранжевым. Я вот блондин, я люблю синее носить и фиолетовое. Может быть, тоже во мне какой-то такой скрытый дизайнер хочет, чтобы это было контрастно и привлекало внимание. Как бы даже не знаю, что-то ещё сказать. Тут всякие картинки, цветовые ассоциации. Я настоятельно рекомендую всем, кто заинтересовался, прочитать статью целиком, потому что, ну, во-первых, мы в этом подкасте очень много чего обсуждали, а во-вторых, ну вот здесь в конце Наталья нам пишет, что они пытаются, я имею в виду британские учёные, живопись, так сказать, обсчитать. Взять, просканировать картину и по тому, какие цвета, как часто здесь встречаются, пытаться либо определять характер картины, её настроение или то, что было у автора в тот момент, когда он эту картину писал. Но, также Наталья говорит, поскольку живопись это максимально вообще субъективный хреновин, то есть как бы вот, а он просто хотел здесь взять и использовать розовый и сделать полностью там какую-нибудь сцену войны розовым цветом. Просто хотел и всё. Понятно, что оно тоже говорит немного о каких-нибудь психических особенностях этого человека, но тем не менее о его настроении, о том, что был он там сконцентрирован или расслаблен в этот момент, угадать, конечно, не представляется возможным. Поэтому, хоть исследования ведутся в теории цвета, в живописи, например, хоть сколько-нибудь каких-то существенных успехов добиться, мне кажется, не удастся вообще и ну и не удаётся на данный момент. Вот так вот, Никита, выскажи что-нибудь по этому поводу. Неплохо, но мы с тобой уже говорили, мне кажется, ну точно один раз подробно говорили про теорию цвета и про вот это всё. Ну слушай, много нового, в принципе, прикольного. Это Вафа Абзи, да, предложил, по-моему? Не-не, Вафа Абзи первый предложил, а тут скиджук, он к Вафе Абзи, так сказать, добавил вот вишенку на торте небольшую. Ну и не зря, не зря, спасибо пользуясь за предложенные темки. А всех, я повторюсь, настоятельно рекомендую вам, рекомендую вам с ней ознакомиться поближе, она интересная. Тем более, люди с высшим образованием на моё писали там, люди на кафедре работают, кандидаты наук, поэтому почитайте. Да, следующая тема от Вафа Абзи как раз. Я, видишь, я как бы уже хочу, чтобы он мне темы говорил, поэтому... Ну он много с этим предложил, да. Да, он пишет, что учитывая, как увлечённо вы рассказывали про вселенную Чужие, это точно должно быть вам понравиться, сам не читал, говорит он, и кидает ссылку, собственно, на стрелка.ком, опять же, опять же, на стрелка.ком, и здесь тема такая, тема интересная, про чувака, который делал как бы концепт арты к бегущему по лезвию, к чужим, к трону, в общем, ещё к тем старым. Его прикольно, он, во-первых, визуальный футурист, индустриальный дизайнер, его прикольно зовут Сид Мид. Возможно, ему бы, по идее, поиграть бы в киберспортивные какие-то дисциплины, скажем так, с такой фамилией Мид. Вот. Ну или, не знаю, даже вот... Ну, можно... А, между прочим, у низа и верха есть какие-нибудь именно английские аббревиатуры? Топ, ботом? Или так не говорят? Конечно, нет, конечно. Топ, бот, есть всё. То есть, как бы... Это его братья, я думаю. Скорее всего. Возможно, нет. Короче, в общем, Сид Мид, он крутой чувак. Он очень разносторонний чувак, и он делает, скажем так, дорогие вещи. То есть, реально, когда уже заказывают у него, это значит, что это какая-то очень дорогая штука, для которой он делает дизайн. И в свое время Ридли Скотт, видимо, сотрудничал с Сидом Мидом, с Мидом, и попросил его нарисовать какие-то концепты, чтобы вдохновляться, как бы на основе этого снимать, что-то делать, какие-то декорации, в принципе. Вот. И сам Сид Мидыч, он говорит, я, говорит, конечно, всё круто, но я что делаю? Я, во-первых, чтобы сразу, вот мне Ридли Скотт предложил такую штуку, я сразу начал вникать просто в сценарий. Он взял сценарий сразу, и он очень интересно пишет, я, говорит, своё вдохновение черпал из самого сценария, а также из таких мест, как Куба, Юго-Восточная Азия, Индия. Он тут забыл написать, что героин еще. Вот. Но, видимо, его не было, видимо, и не было, только Куба, Юго-Восточная Азия, Индия. А там уже был героин, поэтому тут, в принципе, не соврал. Да, он, реально, читает сценарий, значит, путешествует, видимо, по странам по-разному, ну, или просто вдохновляется культурой других стран и прям вот придумывает. Кроме этого, ему очень нравится пятый элемент Люка Бессона. Бразилия, не смотрел, что за Бразилия, Терри Гильяма. Видимо, тоже какой-то очень знаменитый фильм, потому что все смотрели. Вот. Он говорит, ему эти фильмы, кажется, самыми изобретательными. И самое главное, что он уважает именно фильмы, в которых вот эта картинка, она как бы не врет. То есть, когда картинка, знаешь, сделана специально, вот, типа, закос под киберпанк, закос там под вот что-то такое, будущее какое-то. Это сразу видно, зритель это видит, типа, и это уже неинтересно, как будто просто картонные люди в картонных каких-то декорациях ходят, как в театре. А он любит, как вот, чтобы вот все по-настоящему. Вот честный фокей. Значит, кроме этого, он работал над «Космической одессии 2010». Это тоже какой-то известный фильм, я, честно говоря, не помню. Тут я хотя бы слышал. Но, опять же, не смотрел. Да, транспорт он весь придумывал, видимо, для для бегущего по лезвию. Но, кроме этого, кроме этого, у него, знаешь, заказывают такие вещи, как, например, дизайн яхты. Например, дизайн яхты Трампа. Вот такой у него был заказ. И один дизайн яхты какого-то шейха дикого. То есть, как бы, чувак, и причем эти оба заказа, они не состоялись, что самое важное, из-за своей дороговизны. То есть, там, видимо, такая жесть вообще, даже если Трамп не может заплатить за яхту, я не знаю, кто может у него купить вообще, в принципе, шейх. Вот. Я, кстати, вспоминаю, вот я когда читал эту всю статью про Сиде Амиды, я вспоминаю, есть такой, короче, очень хипсерский комикс. Точнее, он не очень хипсерский, если ты читаешь комиксы, скажем так. Но для обычных чуваков, которые просто знают, что есть Marvel и DC, ну, для них это достаточно хипсерский комикс. Это какой-то альтернативный комикс, то есть, не от издательства Marvel или DC. Там, короче, комикс про то, что, коротенький комикс про чувака, типа, архитектора, ну, вот как такой чувак, примерно, архитектор, и он, как бы, типа, такой, знаешь, жесткий чувак, как все архитекторы, он, как бы, такой правильный, короче, я не знаю, может быть, я опять же это рассказываю уже в подкасте, у меня уже склероз, как бы, и хрен знает, мне сразу остановиться, я это уже рассказывал. Короче, он такой супер правильный, да, он такой супер правильный чувак, короче, у него все педантично по полочкам, он, короче, такой прям вот, супер-супер правильный, и он архитектор. И самая главная суть, что он, короче, его, ни одна его работа, вообще ни одна его работа не вошла, как бы, в жизнь. То есть, он что-то рисует постоянно, какие-то чертежи гениальные, это все, да-да-да, вроде, но до дела, короче, до стройки не доходит по его чертежам. Но он супер востребовательный, супер богач, ну, короче, очень знаменитый архитектор. И вся его часть в комиксах, так как это комикс, вся его часть, она нарисована таким, знаешь, рубленным, таким, как бы, угловатым, таким всем шрифтом. Короче, все баблы квадратные у него, там, где он говорит, все его реплики квадратные. То есть, все такое, он весь квадратный такой, короче, все про него такое квадратное, досвидостное. И такой правильных форм, короче, и таких геометрических абсолютных форм, ну, таких именно жестких. А, короче, и, естественно, в середине комикса он встречает женщину. А женщина, она типа скульптор. И она скульптор, и она супер неизвестный скульптор. Вот просто хипстер. Вот ее никто не знает. Но она очень охрененный скульптор, типа, и делает скульптуры каждый день. И все эти скульптуры, они как бы есть в жизни. То есть, они как бы уже, типа, воплощены в жизнь. То есть, они есть. Это не как у этого архитектора, типа, он крутой пацан, все с баблом, но у него ни одного проекта по факту не завершено, да? А у нее, наоборот, каждый день она что-то делает, короче. Делает скульптуры, они там охрененные, короче, вот. И она вся, наоборот, она вся такая, короче, вся ее часть, она, наоборот, воздушная, круглая, такая в облачках, короче, с баблами круглыми. Ну и там, типа, слияние, инь-янь, типа, он ее встречает, влюбляется, и там все, весь комикс переходит из квадратного в круглое, полукруглое, там, до свидос, короче, происходит. Ну и вот такой, типа, супердобрый комикс, короче, вот есть. Вот мне напоминает тоже этот чувак, у него две яхты, короче, заказывали супердорогие. Обе как бы не... Ну, он, скорее всего, бабло получил, но обе никак нигде не плавают эти яхты, потому что они просто не сделаны. Он, видимо, там такого бегущего полезную трампу наворотил, что он охренел. Вот, короче. В том числе он, короче, делал еще кучу всего. Ну и, в принципе, короче, чувак, как я понимаю, ему многое не надо. Он говорит, что, типа, я, говорит, вообще за то, чтобы все еще использовать старые краски. Это мы уже возвращаемся. Я не про комикс уже говорю, мы возвращаемся к статье. Просто для тех, кто вырубился, отрубился там на середине. Короче, вот этот чувак, Сид Мит, он говорит, что, типа, я вообще за гуашь. Вот чисто, блин, рисовать реально красками на листках. Это нормальная тема. Он говорит, конечно, круто, что сейчас есть программы и все такое. Типа, я тоже, да, умею это делать. Вы, говорит, не ссыте, типа. Но рисовать, я считаю, это больше приближено даже. Говорит, неважно, каким ты инструментом делаешь. Важно, какая у тебя есть задача, ты ее выполняешь. Мы это уже сто раз грели в подкасте. Тем не менее, вот, говорит, если у меня гуашью получится лучше изобразить какой-то концепт, который там поможет режиссеру потом поставить картину, да, какую-то, может быть, сцену поставить на основе этого концепта, то круто, что это будет гуашь, например, а не, там, я это сделаю в, там, бесчувственном фотошопе, иллюстраторе и так далее, каких-то программах специальных. Вот, и он вот за это топит, короче, говорит, и, типа, было бы круто, чтобы мы, типа, понятно, что я, говорит, когда сочинял вот все эти концепты для бегущего полета, я, короче, ну, просто смотрел на то, что, типа, уже есть, то, что, типа, развивается, я просто это сильно развивал, там, какие-нибудь, допустим, какие-то вещи, типа, там, ну, автомобили, там, неважно, короче, он просто смотрел, что вот сейчас только чуть-чуть зарождается, и просто это в прогрессии делал. И говорит, ну, вот сейчас видно, что, типа, роботы, гуманоиды, всякая такая тема в Японии очень популярна. И, скорее всего, вот это можно сейчас, то есть, это и так уже делают сто лет назад в фильмах, понятно, он как бы не новое что-то говорит, но просто вот эту тему можно разматывать, потому что, скорее всего, в будущем так и будет, типа, ты не соврешь, скорее всего, просто уже заведомо. Главное гуашь и пробовать. И главное гуашь и пробовать, да, и он говорит, что, типа, ну, было бы круто, чтобы не забывать при этом, типа, про гуашь. Ну, это знаешь, как в этом, как капча, я не робот, вот тут робот пробует рисовать гуашь, и у него ничего не получается, это тоже такой вид капча, нарисуйте гуашь и солнышко, да, и все, робот, хоп, тык, мырк, и не может ничего сделать. Ну, вот такие, да, у нас дизайновые новости, здесь, конечно, уже намного более дизайново, чем там, потому что, ну, что там эта теория цвета, все мы ее уже на зубок знаем, и что, переходим в светский, ой, простите, новость, и там... Ну, можно, в принципе, сделать перерыв, мы уже, наверное, час, мы уже час допишемся, почти час. 56 минут, ну да, это будут ровные экваторы, если мы сейчас сделаем перерыв, я просто забегая вперед, еще раз скажу людям, что мы теперь есть на Патреоне, и на вот этой заглушечке теперь будет, скорее всего, Патреон, а не Телеграм, как у нас это, поэтому, как вы привыкли, увидимся после перерыва, ставлю на паузу. Ну, на самом деле, вот, следующая тема, она должна была быть, ну, она как, она и есть, про эфир и смарт-контракты. Здесь вот нам Максимус прокомментировал, я прям прочитаю. Как устроен эфир и смарт-контракты? Опять же, ссылка на блог Вастрика, которого мы две недели подряд обсуждали, сначала была статья про блокчейн, потом был приквел, про дивный децентрализованный мир неделю назад. И в этот раз, по идее, теперь должен был быть сиквел, эфир вот этот вот, и он пишет, в одном занятном подкасте рассматривали другую статью в том же блоге и советовали предложить эту. А, стоп, это же были вы, кажется, в темах предыдущего выпуска так и не предложили, вот решил напомнить. Потом пишет, апдейт, послушал 144 выпуск и понял, что вы не забыли про тему, ну и ок. Я, на самом деле, действительно про нее не забыл. Тут Максимус немного отскакивает в сторону и еще дальше говорит. А еще вас иногда спрашивают про то, как вы записываете подкасты, и вы рассказываете. Но потом, когда эта информация снова нужна, не найдешь. Не хотите написать про эту статью и выложить здесь на сайте? Даже не статью, а просто в список. Используем программы А, Б и В, аппаратуру Г, Д и Е. Это для подкастов. А для стримов у нас комп с такими-то характеристиками. Вот такое дополнительное оборудование и программа. И ссылка на этот список кидать во всех, кто задает глупые вопросы про ваш стэк. Ну и спасибо за все, что вы делаете, как всегда. Пойду отправлю вам что-нибудь в Яндекс.Деньги. Ну, Максимус, спасибо. Мы получали в те дни на Яндекс.Деньги ни один, ни два перевода. Поэтому будет прикольно, если какой-то из них оказался твой. Там нигде не было подписано от Максимуса. Поэтому, собственно, как и не было подписано, что от какого-нибудь там, я не знаю. Просто я хотел сейчас вспомнить какого-нибудь персонажа из фильма «Гладиатор». Потому что там героя Рассела Крау как раз звали Максимус. Но я никаких почему-то кроме него и не вспомнил. Я помню, как выглядел вот этот противный император, который молодой, который как раз Максимус это типа и убил. Я помню, как выглядел старик, которого этот молодой убил, задушил. Но как их зовут, я не помню. Ну, Марк Аврелий, короче. Вот, да. Ты сейчас, во-первых, спойлеришь. Во-вторых, Максимус еще может быть, например, Republic of Gamers, например, такая материнка, может быть, Максимус. Кстати, слушай, да, да. Я даже как-то уже и забыл. А он, считай, про эфир тут, как бы, знаешь, может быть, тут много подтекстов хрен его знает. Ну, так вот, я такой няня-няня сейчас буду готовиться читать про эфир. Так вот, эта тема про эфир и смарт-контракт, она, на самом деле, тупо отдельного подкаста достойна. Там тема, ну, вот я сейчас открою, слушатели, просто представьте, зрители, посмотрите. Во-первых, она долго грузится. Во-вторых, вот просто посмотрите, сколько я ее буду скроллить. Да, добротно сделана, на самом деле, тема. Ну, чувак, он просто себе, я не знаю, письку откусил, чтобы это все написать, там еще с иллюстрациями это все. То есть, реально, я вот, я устал скроллить. Вот я даже уже делаю, как на Маке с быстрым скроллом. Так это все, так это же все отдельные посты, по идее. Нет, это все про одну из эту статью. Ты понимаешь, да? То есть, это надо спешл снимать. Это реально, это спешл про эфир. Это надо прямо, я не знаю, в какой-то отдельный день собираться и записывать такой спешл. А стоит ли это того вопрос? Ну, нужно ли это? Конкретно, ну, опять же, вот лично мне было бы интересно в этом разобраться. То есть, я же почему говорил, типа, предлагайте там вот тему и так далее? Потому что я реально хотел узнать, что это как. Поэтому, возможно, я это сам, как бы сказать, прочитаю, переработаю и, я не знаю, просто наговорю это как-нибудь. Не знаю, просто бред. Что придет мне в голову? В общем, я не осилил сегодня прочитать эту статью перед подкастом, потому что она бы, ее прочитывание и проработка заняло бы в три раза больше времени, чем заняли у меня все остальные темы. Поэтому просто, ну, затраты абсолютно нерентабельные. И потом бы мне еще пришлось сейчас в рамках подкаста бы это сжато как-то вам голубым по Европам рассказать. Ну, блин, это слишком вкусная тема, чтобы вот так ее расточительно, так сказать, воспользоваться. Так что, Максимус, мы мало того, что эту тему не забыли, она прям вот, надо что-то с ней сделать. Короче, вот так. Ну и ладно. Следующая тема у нас такая из Твиттера, а именно из их блог .twitter.com, slash official, Ализа Росен, или Рошен, я не знаю, она нам вот пишет о том, что, чуваки, уже мы давно тестируем возможность в Твит включать не 140 символов, а 280, и в качестве бета-режима мы их там добавляли в течение последнего месяца, то есть в сентябре еще кому-то там. Но, говорит, вот теперь, начало ноября, мы выкатываем почти все. Вот, кстати, Никита, у тебя уже выкатили или нет? Ахрену знает, как проверить? Ну, как, вот я вот перехожу прямо при тебе сейчас на twitter.com, у меня тут уже Зойдина под Александром Гончаровым, и я вот здесь как раз пробовал твитнуть, он у меня сохранился, я замерял, то есть вот сколько символов я впечатал, это 280, и сейчас там не как раньше был числовой каунтер сбоку, да, когда ты пишешь, там сколько осталось, а там в виде такого кругляшка заполняется. У тебя в виде кругляшка или нет? Да, да, у меня в виде кругляшка, и у меня, видимо, тоже дохрена. Да, дохрена, то есть 280, я это проверил, и... Ну, сейчас мы с тобой это обсудим, потому что это прям вот, это стоит того, чтобы обсудить. Кстати, забегая вперед, у меня вот, я же в твиттере-то сижу не с сайта, я сижу с клиентом, твиттер для мака, там по-прежнему лимит 140 символов, это смешно. Там по-прежнему 2008 год, как я понимаю. Ну, там 2016, я прям не поленился, реально зашел, посмотрел, авторское право, 2016 год написано по ссылке о твиттер. Ну, в общем, да, во-первых, мало того, что здесь у меня по-прежнему в этом приложении только хронологический алгоритм, то есть не как сейчас там, возможно, вы пропустили, возможно, вы хотели бы вот это, а вот вам, кого рекомендуем подписаться, вот этого всего тут все еще нет. То есть это чистейший, как слеза ребенка, клиент, и вот там все еще 140 символов. Ну, так вот, а Лиза, она как корпоративный человек из твиттера, она говорит о том, что вот наконец-то они смогли достичь своей цели, а именно сделать так, чтобы твитить людям было приятно, хорошо, clean, simple и так далее. Потому что она говорит, вот мы смотрели на сухие цифры, то есть на те данные, которые у нас есть от использования твиттера. И мы, говорит, поняли, что очень много людей доходит до 140 символов и пытаются долго редактировать, долго что-то править, чтобы вместилась мысль. А иногда, говорит, и очень даже, может быть, не иногда, а часто, просто дропают и ничего не твитят в итоге. И они поняли, что нельзя это так бросать, и решили, что надо как-то, да, расширить этот вот лимит и наконец-то прервать этот порочный круг, потому что вот здесь есть у них график, 9% твитов дошли вот до этого лимита и каким-то образом либо были не отправлены, либо пользователь сидел, пыхтел, сжимал там и так далее. Во-первых, я знаю по себе, я вот пыхчу и сжимаю каждый раз, когда выкладываю подкаст на твиттер и веб-дизайновский. Мне прям не хватает этих 140 символов, чтобы и ссылку уместить, и анонсик небольшой. То есть вот для этого, да, более или менее, 208 символов, это прикольно. А вот во всех остальных случаях, ну, мы сейчас ещё своё мнение выскажем. Мне другое интересно, как они вот это вот данные собирали, что 9% твитов дошло до лимита. Они отслеживали события, когда ты начинаешь печатать, и тебе уже подписывают, что минус 2, там, минус 3 символа, ну, в смысле, что ты превысил как-то. Исходя из этого, что ли, ну, у них отзванивалось, что, о, вот этот тут чувак превысил. Хрен его знает, как они это именно отслеживали, насколько можно... Нет, ну, как бы ты, кроме того, что ты превысил, ты ещё и не отправил. То есть ты, как бы... Нет, ну, вдруг кто-то это отправляет. То есть именно чувак превысил, понёрфил, так скажем, свой твит, стёр три слова, лишние предлоги какие-то убрал, и всё, и отправил. Как они вот это будут отслеживать? Можно же, наверное, посчитать, типа, количество превышенных всего, разницу между количеством превышенных и понёрфленных, и между всего превышенных. И у тебя там будет какая-то разница. Ну да, но они тут говорят просто про все превышенные, несмотря на... Не обращая внимания на всё то, что произошло после. Ну и как только они увеличили этот лимит, где-то вот один процент в итоге только превышает 280. Ну оно как бы и понятно, уже как бы сложно реально превысить. И вообще, говорит, поначалу, как только мы это ввели, конечно, во всех лентах было много сообщений по 280. Все пробовали, экспериментировали. Были даже те, которые, знаешь, такие длинные. Ты вот, у тебя кто-то так баловался или нет? У меня кто-то репостил. У меня кто-то репостил специально. Репостил это я, ювеб-дизайном, по-моему. Да кто-то ещё, я не помню. Ну типа, я видел, в общем, такую хреновину, но я даже не стал вникать. Я думаю, там опять какими-нибудь плагинами делают. Нет, там просто делают, видимо, shift-enter, и всего по нескольку, так сказать, символов на строке сделали 280, там такую длинную колбасень. Опять же, когда было 140, никто не мешал сделать в два раза менее длинную такую колбасень, но она всё равно была бы достаточно длинная. Ну это так, чуть-чуть защиту твиттера, хотя, конечно, я тоже, забегая вперёд, вот это вот изменение не поддерживаю. Ещё немножечко сухой статистики. Вот когда они это ввели, поначалу был всплеск, конечно, длинных сообщений, а теперь всего 5% твиттер длиннее, чем 140 привычные. То есть как бы всего 5%. 9 было превышено, а всего 5 теперь стало больше 140. Из них только 2 больше, чем 190. То есть близко к лимиту вообще почти никто не приближается. Всего лишь 2%. Но вот аналитики из твиттера посчитали, что даже удовлетворение этих 2 и 5%, соответственно, существенно скажется на вовлечении, на результате и вообще. То есть они отдавали себе отчёт, что будет как бы странное, может быть, и что из-за этого уменьшится количество твиттеров, которые вот ты сразу видишь из себя в таймлайне. Ну вот они предпочитают думать, что как бы всё это уляжется и будет хорошо. Вот так вот. Кстати, про вовлечение даже они написали, что вот сухая статистика говорит, что у твитов, которые вот больше 140 символов, у них больше лайков, ретвитов и меншинов. Ну то есть диалогов больше завязывается. Ну может быть, не знаю даже. Кстати, вот в китайском, корейском и японском всё ещё лимит 140 символов. Ну потому что у них как бы один иероглиф, это практически слово. И поэтому, видимо, 280, это было бы просто уже досвидос. Поэтому у них осталось 140, но они как бы по слухам и не в обиде. Потому что им 140, хватит умотаться, чтобы сказать, что они хотели этим сделать, и так далее. Кстати, вот если вернуться к графику, то вот этот маленький всплеск в районе 140 символов на красном графике, который символизирует именно уже после в изменения ограничения, он как раз символизирует таких людей, как я, которым лимит-то уже подняли, а клиентам они всё ещё пользуются старым. И как бы у них там всё равно есть небольшой процент превышенных вот этих вот постов, где больше 140, и не отправленных из-за того, что там старый клиент какой-то. Так что вот да. Нет, а на iOS, например, они выпустили в приложении обновление по этому поводу или нет? Не знаю, я сейчас прям попробую. Даже зрители не увидят. Прям все просто представьте, слушатели и зрители. Это уже никто. Но вообще я вижу, что... Да, да, вышло новое. Это я не обновил всё ещё. Да, вышла новая версия. Титр на iOS. Слушай, я больше, чем уверен, что я сегодня утром проверял обновление, и поэтому я-то точно это сделал. Да, тут тоже у меня кругляшочек. Это тоже значит, будет 280, потому что когда их было 140, там был цифровой каунтер, а теперь кружочек. Так, всё убирает. Я, кстати, не знаю, вот этот кружочек, он, в принципе, это прикольный. Он начинает тебе показывать цифры только тогда, когда ты уже подходишь к лимиту. Да, причём к самому лимиту. То есть, во-первых, мне кажется, из этого кружочка эсминцы должны столкнуться, потому что UI, конечно, не самый понятный. Но вообще-вообще, это вот как я на телефоне себе включил, чтобы у меня не было показа процентов у батареи. То есть у меня просто проценты показываются, только когда я в энергосберегающий режим вхожу, в жёлтенький-то вот этот. Тогда да, там нельзя отменить, чтобы проценты не показывались. А в обычное время у меня просто чёрная батарейка. Я, как бы сказать, чтобы не разочаровываться, что телефоны очень быстро разряжаются, я принял такое решение, я туда не поглядываю практически, поэтому... Вот они, видимо, тоже, короче, чтобы никто не разочаровывался, что мало символов, они, короче, впилили эту хрену. Видимо, да. Кроме этого, Ничелентано, вот эту тему я сам нашёл, то есть я просто, ну, я знал, что Twitter изменил этот лимит, и я абсолютно точно был уверен, что на официальном блоге они тоже об этом напишут. Так вот, Ничелентано нам ещё добавил. Make user experience of Twitter great again. Ну, и здесь bringback140, хэштег. Это статья на блоге UXPlanet, и здесь автор, на самом деле, очень сильно хренососит это решение Twitter, и он приводит очень много антипримеров, причём по пунктам, так сказать. Ну, во-первых, говорит, слова. Вот, говорит, когда было 140 символов, люди реально заморачивались, думали, как сказать, и это, грубо говоря, развивало людей. Вот он так предпочитает думать, этот автор. Хотя, конечно, это тоже такой вопрос спорный. Но, допустим, вот, да, лаконичность развивалась. И, говорит, всегда люди использовали, кому надо очень много сказать, типа там в чем-то извиниться или кому-то какое-то сообщение передать, то все, говорит, просто фоткали заметки. Ну, вот это классика. Помнишь, был одно время бум? Да, да, да. Когда много всяких далайламингов. Вот так вот фоткали в заметках. Ещё в скивоморфных написанных вырезали и в Инстаграм выкладывали. Вот тут примерно так же советуют делать. Ну, и здесь контрпример, что какой-то тут вот Джек написал там вот целую, так сказать, тираду. И здесь Кейтлин Келли некая, она подчеркалась у него, перезачеркнула кучу всяких ненужных слов, по её мнению, которые нахрен не сдались, и уложилась в лимит 140 символов, что типа не обязательно было и вводить. Потом эмоджи. Раньше можно было аккуратно, так сказать, распоряжаться, по одному, по два ставить. А теперь, вроде говоря, вот эти вот 280 символов лимит, он тебя прям вот подмывает, сделать тупо пост из 280 эмодзи. Тебя вот подмывает? Слушай, я вот сейчас задумался, меня начало подмывать так, что я прям хочу, я прям хочу. Ну вот, ты тоже поддался, ты стал. Я вот сейчас, я вот прям сейчас это сделал. Я просто даже не знаю, это нужно какое-то, я сейчас ковборю. Я сейчас, короче, 200. Сколько можно делать максимум? Я не знаю. Ой-ой-ой-ой, это ужасно выглядит. Хотел сказать, не знаю, что-то уже все. 280, да. Это выглядит ужасно, как будто это какая-то китайская армия. Вот, но я запостил, у меня, в принципе... Ну, слушай, они достаточно сжато выглядят. Достаточно сжато выглядят. Я бы не сказал, что оно прям такое... Надо их, видимо, через shift-enter хреначить, и тогда вообще нормальная тема будет. Да уж, через shift-enter это точно, чтобы все в один столбик. Ну, кроме этого, он считает, что злоупотребление хэштегами теперь имеет место быть. Хотя, опять же, вот почти все эти пункты, они при 140 символах, на самом деле, достаточно губительные и неприятные. Поэтому тот факт, что на 280, ну, этого будет в два раза больше, хрен его знает. Мне кажется, людей, которые готовы именно так использовать твиттер, их, в принципе, не очень много, поэтому... Может быть, может быть. Ну, вот, в общем, есть хэштег bringback140, мое мнение. Я, скорее, конечно, тоже за 140 символов, потому что мне самому нравилось как-то это все... Ну, я не говорю про e-web-дизайн, там не нравилось. Когда личные твиты писал, мне нравилось укладываться в этот лимит и реально задумываться, что я скажу и так далее. Это делало твиттер каким-то прям вот хипстерским, необычным местом по сравнению с другими социальными сетями. А теперь, когда... Когда вот так вот... Угу. Уже и различия между социальными сетями как таковыми стираются. Нормальная тема. Ты-то что вот скажешь? Я просто запостил когда... Я через шрифт-энтер сейчас запостил, поэтому мне уже, знаешь, мне уже, в принципе, все хорошо. Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Я могу сказать, что при всем при этом, все, по чем мы там не писали, хочется вот этой тетенькой, которая написала пост, хочется, чтобы еще такая же тетенька или она же, или другой дяденька написал пост про успешность твиттера в последнее время. Потому что есть сомнения какие-нибудь небольшие, что твиттер как бы, ну, он уже и как бы и не нужен никому, скажем так. И если он, допустим, никому не нужен, ну, не то, что никому не нужен, а, допустим, там есть большой спад аудитории, которые просто, ну, твиттер просто не использует, просто уже не приходит, нет новичков, старички уже тоже отваливаются и так далее. Тогда, соответственно, их какие-то подвижки, они еще, ну, более-менее в тему. Что, типа, просто немножко создать какой-то информационный повод людей обратно загнать и так далее. Вот. А если, как бы, твиттер не умирает, то и нет смысла вообще такие вещи делать. То есть пусть бы оставалась концепция 140. Я просто за то, чтобы, как бы, твиттер, он был, в принципе. То есть пусть он хотя бы будет хоть какой-то. Потому что они, как обычно, скатятся, как вайн. Ну, там, в общем, и все. И просрут себя, и просрут твиттер, и так далее. Поэтому тут важно, чтобы твиттер просто остался. Я понимаю, что его можно уже вообще извратить, там, в ЖЖ-шечку превратить. Вот. И тогда он и, в принципе, и не нужен будет. Но хотя бы как-то пусть спасают, короче. Если реально требуется спасение твиттеру, а есть подозрение, что требуется, потому что, ну, мне кажется, не знаю, ну, твиттер, ну, да, понятно, что, в принципе, сейчас, типа, все там политики, все личности ведут свои твиттеры. Но как-то вот, в общем, не знаю, не знаю. Поживем, увидим. Вот их автор, как Лиза, или как она, которая официальный-то пост писала, я уже закрыл, вот непонятно зачем. Она убеждена, что даже если какие-то сейчас есть шероховатости, то со временем их не будет. Посмотрим, посмотрим. Картинка красивая. 140 characters, bring back 140, и рука просто из темноты. Я в самый верх проскрою, вот, статьи на ее explaining. Она прям тянется за этой птичкой. Прикольно. Так, следующая тема. Почти 2,5 тысячи сайтов заражены CoinHive и другими сервисами для майнинга. Это только проверенные одним челом. Это же упоминается в контексте плагинов для WordPress. Опять же, скижук нам это предлагают. И я уже неоднократно про это слышал, но не было как-то вот какой-то темы, которая все эти знания объединит в одно и позволит нам это обсудить. Вот, наконец-то, появилось. В общем, первое. На 2496 сайтах, какой тут подъездная, в сайтах, в общем, был найден вредоносный код CoinHive.js, да, там, в минифицированном, либо не в минифицированном виде. И этот код, он позволял майнить на ресурсах посетителя криптовалюту, конкретно криптовалюту Monero. Не знаю насчет того, насколько она перспективна в этом отношении. Все вот эти альткоины, которые появились уже после битка, они, конечно, менее перспективны. Ну, опять же, в долгосрочной перспективе. Понятно, что на мелких колебаниях курсов можно как-то играть. И да. Ну, в общем, я это к чему? К тому, что пользователь наш заходит. Не наш. Наш заходит, и все нормально. Просто пользователь заходит, и у него начинает кулера крутиться очень жестко, у ноутбука все тупит. Он думает, что такое, что такое? Неужели просто в Chrome жрет оперативку, там, так далее. Перезапускает Chrome, вроде все нормально, идет дальше читать ту новость, которую хотел. Опять все крутится, опять все тупит. Он думает, да что ж такое? Ну, уже, наверное, не коробка, ни банка, ни ноутбук. Не в том дело, что слабый он у вас, а в том, что что-то вот неладно с сайтом. Лезете в код, видите CoinHive, ну, и понятно все. На этот сайт больше не ногой. Вообще здесь автор рассуждает о том, что это, так сказать, чума нового времени. Майнинг вообще, и конкретно вот такой скрытный майнинг в частности. Кто-то даже вот говорил о том, что может быть на уровне хостинга даже такое делать. Ну, понятно, теоретически ты можешь что угодно добавить в каждую страницу, если у тебя шарит хостинг и веб-сервер как-то что-то это. Добавить еще вот это, подключай везде на всех страницах с кошельком непосредственно хостера. То есть можно делать всякое, надо просто, ну, смотреть, задумываться, как там, что крутится, не крутится, почему это так. То есть я уверен, что наши подписчики, они же гении, мы же их хвалим сегодня. Они сами, у них есть и чуйка, и они, в принципе, понимают, когда уже за их счет что-то там подмайнивают. Поэтому будут, в принципе, да, они готовы. Кстати, маскируется иногда бывает просто под iFrame. Типа подкрывается iFrame с какого-то сайта, а там уже в самом iFrame это майниться, но поскольку iFrame открывается на твоем ноутбуке, уважаемый подписчик, то именно у тебя там все и это. Начинают задействоваться все ресурсы. Также, например, маскировалось под Sukuri Firewall. Вот под такое. О-о-о! Вот это да! Причем я даже не знаю, насколько, так сказать, Sukuri вообще в этом всем участвовал. Я не хочу никого подозревать, но в принципе, почему бы и нет, да? Ну как, на сколько? Написали, как бы? Ну да, CoinHive — это их сайт-проект, поэтому, как бы, ну да. Так вот, в общем, кроме этого нам предложили статью с блога WordFence. Технически она даже к блоку WordPress относится, но как бы за неимением других статей я не стал делать это отдельным блоком. Ну да, когда я слышу слово Sukuri, я думаю про WordPress. Ну вот да, тут конкретно уже не про Sukuri, тут нам Марк Маундер пишет о том, что был такой плагин Animated Weather Widget by Weather for US. В общем, погодный виджет был, а он точно так же подгружает iFrame, а в том iFrame уже начинает майнить. И вот все пользователи, у кого этот плагин установлен в WordPress-овский, все они были поражены, так сказать, этим, ну это не вирус, просто поражены вот этим недугом. И да, частично, конечно, кто-то мог уже за электричество даже переплатить. Понятное дело, плагин убрали уже из этого, из репозитория, то есть все уже, шанс заражения невелик, хотя нет никакой гарантии, что в другие плагины не попробуют эти люди это вкидывать. Поэтому хрен его знает, оплошность это, не оплошность, или какой-то злой умысел. Ну в общем, да, нашли опять же чуваки в исходниках, что вот на такой-то там сайт, я сейчас попытаюсь здесь скрин открыть, ну здесь непонятно. В общем, откуда-то подгружался tvantu.js, а в нем уже инициализировался coinhive.js, и уже все, все вот это пошло. Ну здесь он предлагает меры предосторожности, это использовать адблокер, или плагин для хрома, или просто в хост текст, текст, там они как там, в хост и тс, добавить, чтобы coinhive у нас на самом деле шел по DNS на localhost, а не куда-то там в интернет, это тоже в принципе решило бы все вопросы. Так что вот, вот так у нас обстоит с майнингом на ресурсах посетителей сайтов. Ну, кстати, забегая назад, были сообщения до этого, что вот, например, Pirate Bay, они абсолютно осознанно это сделали. Типа, а у нас нет денег, поэтому нам не хватает денег ваших там с пожертвованием, за чей счет еще живет Pirate Bay, но в общем они там решили хайпануть тоже немножечко, и просто у всех пользователей Pirate Bay тоже крутилось, и майнились манеры для создателей Pirate Bay. Так что вот так. Неплохо, неплохо. Так, дальше последняя моя светская новость. Не привык я их вообще сообщать, как-то даже интересно. Рунет впервые обогнал телевидение по уровню доходов от рекламы. Нам это предложил Ничелентан, опять же, еще одна тема от Ничелентан. И здесь уже тупо с сайта tas.ru, то есть просто сухие новости, и сегмент интернет-реклама достиг 116 миллиардов рублей. Новость звучит так. Рунет впервые обогнал телевидения по уровню доходов от рекламы. Я вчитался в эту статью, и где-то в последнем абзаце было сказано, что это всего лишь прогноз. На данный момент реклама в интернете 71 миллиард, а на телевидении 75. Но темп роста у интернета чуть-чуть больше, чем на телевидении, поэтому к концу этого года типа он должен будет перегнать. Ну, посмотрим, перегонит, не перегонит. И я вот когда это читал, тут написано, так вот, сегмент телевидения вырос, сильный рост интернет-рекламы, реклама на основных каналах выросла, реклама на нишевых каналах еще больше выросла, сегмент радио вырос, в то же время сегмент out of home в скобках наружная реклама тоже вырос, увеличился на 9%, в том числе реклама в кинотеатрах. Я такой думаю, хм, то есть это что, просто мы как бы растем, у нас вся реклама вообще растет, но нет, реклама в печатных СМИ продолжает сокращаться, ну, как бы оно и очевидно, но тем не менее. Объем этого сегмента уменьшился на 10%, ну там до 12,4-12,5 считайте, миллиардов рублей и сильнее всего снизился объем рекламы в рекламных изданиях на 45%. Ты вот, Никита, можешь сходу назвать какое-нибудь рекламное издание? Это о чем речь вообще идет? О низкопробных бесплатных журнальщиках, в которых тупо реклама или ты что-то другое перед глазами представляешь? Ну, нет, а почему низкопробных? Ну, блин, возьми тот же самый какой-нибудь Playboy, там же сплошная реклама по сути. Не-не-не, но это не рекламный журнал. То есть, здесь об этом есть, что есть как бы издания профильные, есть не профильные, а есть именно рекламные издания. И вот рекламные издания... Это только онли-реклама? Да-да-да, это только онли-реклама. Ну, видимо... Ну, а какие? Они кроме беспонтовых не могут быть понтовыми, потому что никому не нужна одна реклама. Это в основном бесплатная хрень, которая только с рекламой. Ну, вот как-то да, потому что ну, кто в своем уме их даже на улице раздавать перестали практически эти штуки. Рекламу в лифте, вот я сейчас вспоминаю, еще у нас тоже есть она, да, и там тоже напечатная продукция, вот у них интересно растут или не растут объемы. Уже по два раза в месяц их меняют на самом деле эти плакаты, поэтому вопрос прям животрепещущий. Видимо, у них тоже все хорошо. Вся печатка загибается, а у них прям круто. Опять же, суши, пиццы, бани, все вот это классическое, то, что ожидаешь в лифтах увидеть, все там присутствует. Так что вот такой вот заголовок немножечко неверный, то есть еще не было никаких отчетов по третьему кварталу даже еще, а четвертый вообще только начался, поэтому тут да. Да. Вроде растет, ну и как мы с тобой это скажем, ну просто во-первых, почему? Это же не вопрос того, что интернет сейчас более распространен, чем телек. Ну и бог бы с ним, ну и пусть он распространен. Так-то как бы нас бы это не заставило смотреть этот телевизор. хотя тот довод, который я сейчас собираюсь назвать, тоже никак не это. Нас не спасет от того, чтобы мы сидели в интернете, но сам процесс сбора данных по рекламе, он более прозрачный, более гибкий. То есть ты можешь зайти в условный какой-то дашборд, неважно, где ты там что оплатил, и тупо посмотреть, какая конверсия была, в какие там дни, дня, ночи, вечера там получалась информация, как утра зависит от вечера, дня там и так далее. То есть в принципе ну можно отследить все, что с рекламой происходит с помощью такого интернета, поэтому ее просто больше покупают. Ты каждый рубль, который ты вложил, ты за него видишь, ага, рубль в рекламе пылесосов на сайте там, я не знаю, какого-нибудь ewebdesign.ru отбился на 100%, вложу еще 10 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, простите, для уважаемых наших супергениальных подписчиков, и ты идешь, вкладываешь и приумножаешь свою прибыль, а в газету как понять, сколько, они, наверное, даже газетчики не смогут тебе сказать, какой процент тиража был выкуплен, а если даже и смогут, я не знаю, вот там распечати сдают обратно, не продано или не сдают, ну допустим, сдают, можно посчитать, только какой процент тиража был куплен, а кто дошел до 116 страницы, где ты там свой мэйбель отрекламировал, непонятно, все это уже останется, так сказать, не узнанным, поэтому это уже более рискованное вложение денег, и просто никто не рискует, ну и не забываем о том, что просто сейчас печатная продукция никому нахрен не сдалась, вот и все. да, согласен с тобой абсолютно, что все, как говорится, меняется, все течет, раньше, раньше, чтобы увидеть жопу, надо было отодвинуть трусы, сейчас, чтобы увидеть трусы, надо раздвинуть жопу, окей, 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 следующая тема, между прочим, между прочим, следующая тема про Сбербанк, и снова Ничелентана, как я вижу. Да, я на ней ржал, вот реально, я как читал, я ржал, но там это в одном месте буквально ржач, в основном все, конечно, не ржач. Ничелентана предлагает, говорит, Сбербанк извинился за скупку почти всех видеокарт на российском рынке, и читаю, значит, новость, вот просто читаю, причиной дефицита на рынке видеокарт стал Сбербанк, скупавший видеокарты для своей лаборатории искусственного интеллекта. Скоро дефицита не будет, заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. И я как бы задаюсь вопрос, то есть фамилия, в принципе, достаточно говорящая, возможно, это он сам скупил все Ведяхи, скажем так, потому что он Ведяхин, но, вот, тем не менее, мы-то думали, мы-то думали, а кто это? Мы-то думали, майнеры скупили, а это Сбербанк, понимаешь? Понимаешь Сбербанк? Так нет, Сбербанк, я все равно думал, что Сбербанк майнил, но нет, видимо, для искусственного интеллекта, причем, почему они уведеждены, что скоро дефицита не будет? Они бы у рынок наводнят, или они по гарантии сдадут в течение 14 дней, 14 дней пообсчитывают, потом сдадут? Ну, в смысле, они больше не будут скупать, скажем так. Ладно, я понял, я юродничал немного. Да, но если они будут продавать, если Ведяхин пожертвует своим Ведяхами, то я не знаю, лучше будет. Китайская торговая онлайн-платформа Алиэкспресс в июне сообщала всплески спроса «Россия» на видеокарты. Но всплеск, слушай, у нас же тоже был всплеск, мы же тоже, считай, хотели как раз тогда, когда Сбербанк накупил, когда Ведяхин лично купил. Да-да-да, это смешно было, конечно, что мы, когда был такой вот этот бум покупок видеокарт майнерами, мы реально собирали игровой компьютер и не могли купить себе видеокарту 1080Ti, да, инвидиевскую, и блок питания, который бы все это пропитал, просто потому, что майнеры все тупо скупили. Сейчас, конечно, уже это все поулеглось, не так это все уже популярно и актуально, но тем не менее. Ну, просто эфир очень сильно упал с тех времен, хотя про эфир мы отдельно будем говорить, так что да. Ну, про эфир мы же уже поговорили, нет? Или что? Я же сказал, что мы не говорили, потому что это целый отдельный подкаст, и я пообещал эту тему переработать и как-то, что-то как-то вот сделать с ней. Да, переработай и преврати в навоз, как говорится. Следующая тема, это Frontender предлагает, между прочим, русский Patreon. Можно, говорит, бегло обсудить. И он предлагает сайт skies.land, вот на таком домене он находится. да, я причем даже заходил, это одна из немногих твоих тем, в которые я реально зашел и посмотрел. Ну и вот скайс, это площадка коллективного микрофинансирования, давайте самим поддерживать друг друга. И здесь действительно площадка, чуваки какие-то сделали, хрен его знает, сделали какой-то свой мини-патреон русский, то есть сам по себе патреон уже не русский. Вот я захожу о скайсе, вот захожу в слэш и балл. Так. Никак нет, да. Захожу в слэш и балл, значит. Краудфандинговая площадка, позволяющая вести активную творческую деятельность. ТТТ. Тут тоже ежемесячный генерар. То есть, да. Наше отличие от других, что мы помогаем собирать деньги не разово на один проект, а ежемесячно. Что позволяет вести долгопременную регулярную поддержку. То есть, ну как бы, мы как патреон. Ну да, галька с патреоном, только тут по-другому называется. Есть творцы, есть ангелы. Слишком круто названо. Слишком круто названо. То есть, вот ангелы, для меня вообще ангелы это люди, которые не что-то получают взамен, а просто дают бабки, скажем так. Вот. Но тут-то прямое получается тут я бы даже сказал достаточно меркантильные вещи. То есть, как бы, ты даешь бабки и получаешь там, не знаю, календарик, ручку. То есть, тут это от ангельства достаточно далеко, конечно, все находится. То есть, название такое творцы. Это тоже, конечно, смешное название, но пусть будет творцы, ангелы, как бы тут у пацанов. Что можно сказать? Что можно сказать? Вот у них тут есть лента. Можно послушать Я тоже сейчас фид листаю. Там есть можно послушать песни группы Синие звезды, например, уже можно послушать. А, да. Песни Питер, например. Да, например, Питер, море, ты, вот с такими названиями, с которыми еще не выходила ни одна песня. Вот Синие звезды, море, Синие звезды, ты. Можно это будет когда-то популярно очень. У них ноль ангелов пока что. Так что не факт, что это будет популярно. У них здесь есть какой-то топовый чувак Троян. У меня вот на фиде справа в сайдбаре самый верхний. Автор здравых рэп-композиций, социальных роликов, клипов и фильмов. Может, это просто у тебя Троян уже? А, нет, я вижу. Да, здравые рэп-композиции действительно то, что нужно сейчас. Да, вот я зашел даже к нему. Он один из топовых чуваков, у него всего 19 ангелов. На целых 5125 рублей он уже в месяц здесь собирает. Делает фильмы на себе. Здесь нету никаких голов, здесь нету ревордов. Здесь просто то, чтобы занести денег и все. Я вообще хотел это с тобой обсудить, потому что типа подумать, а может быть и веб-дизайн лучше здесь, потому что там выводить будет проще и так далее. Но сейчас, когда я вник, это, конечно... Думаешь, ты хочешь рядом с Трояном находиться? Потому что, понимаешь, он автор правильного рэпа за ЗОЖ, патриотизм, здравомыслие и т.д. Вот. Как ты считаешь, подходим ли мы в его компанию? То есть, как бы... Помимо музыки, автор социальных роликов и фильмов, несущих идей и смысл воспитания. Ну, вроде, пока мы подходим. Так. Социально активный. Все, нет, не подходим. Уже не подходим. Все, все. Я сейчас нажму поддерживать 50 рублей, и здесь сколько вот, я могу сколько угодно вписать. И да, ничего не изменится. Есть только стандартная награда. Может быть, конечно, это Троян просто не расставил какие-то награды. Сейчас я попробую команду разработчиков Skies. Они, между прочим, есть здесь же, на этой площадке. И у них даже больше ангелов, чем у Трояна, но денег всего 1300 в месяц, в отличие от Трояна. Опять же, простите, я слишком часто его попутил. Возможно, он хороший рэпер, как бы здравый. Может быть, он тоже один из зазош, он просто потому, что здравый. Возможно, он тоже один из разработчиков площадки Skies, просто как бы у него есть какие-то сольные проекты, вот рэп в том числе. Потому что иначе я не могу объяснить, почему команде разработчиков денег пожертвовали меньше, чем чуваку. Чем этому чуваку. Но, не знаю, посмотрим, последим за его творчеством. Возможно, когда-то он будет у Дудя, например, сидеть. И тогда мы все поймем. У него спросят, сколько ты зарабатываешь, он скажет, я на Skies 5000 рублей в месяц зарабатываю. Ой, короче говоря, не знаю. Такая площадка, как и многие. На самом деле, выглядит, как и все новые площадки, которые открываются в России, которые калька с какого-то зарубежного сайта, с какого-то зарубежного сервиса, они все так выглядят опустевшими, скажем так, или точнее, даже не рассветшими. как будто их еще стоит доработать, как будто туда надо огромное количество трафика влить, и как будто, ну, как будто это никому не надо. Это выглядит так, как будто просто эти, ну, это просто какая-то, скажем так, месяц, ну, даже не то, что на месяц акция, а такая, ну, вот ненадолго прикольнулся, как бы, да, пожил немножко в своем небольшом мире, как бы, и все, и отвалил. То есть, такие вещи, они долго не живут, как правило, а если живут, то особо, ну, не приносят денег. Я не знаю, то есть, как бы, есть ли вообще смысл, вот, открывать Скайс, если есть, например, Патреон? Ну, повторюсь, я вот только смотрел в сторону того, что на Скайс, может быть, может быть, удобнее выводить деньги. Хотя, я на Патреон тоже еще не выводил, потому что, ну, не пришлось еще, первое ноября, как бы, наступило. Ну, слушай, если не будет неудобно на Патреоне, сразу на Скайс переходим. Как минимум, рядом с Трояном, я думаю, нам место обеспечено. У нас же уже целых, там, 6 долларов нам задонатили в месяц, поэтому это уже почти, что одна десятая Трояна. Да, следующая тема, мы побалдели на этой теме, следующая тема придется немножко, ну, не то чтобы напрячься, но контента будет в ней побольше. Хотя, конечно, очень грубое слово контент, просто очень грубое, но тем не менее, Geek Times пишет нам, бойтесь шахмат, вам навязываемых. И здесь автор поста, он, между прочим, ни много, ни мало, видимо, 1974 года рождения, потому как у него ник Энди Шарк 1974. Вряд ли это какой-то 13-летний пацан, который берет такой ник. Тем не менее, статья достаточно, можно. Мне нравится слово, мне нравится слово токсичный, его здесь как бы нельзя употреблять, потому что человек 1974 года немножко не из той эпохи, когда были токсичными люди. Но тем не менее, чувак написал токсичный пост о том, что сейчас оказывается в школах вводят такие темы, как обучение детей шахматом. И он говорит, можно типа детей как учить? Можно учить спортивным шахматом, а можно типа просто в форме обучения. Спортивные шахматы это когда, короче, ты реально как вот чувак на тренировке по бегу, чувак там в качалке, я не знаю, по 8 часов играешь в шахматы и просто устаешь как скотина последняя. Ну реально, то есть думаешь башкой там и так далее, в общем, полный досвидос. Такие обучаемые шахматы это вот просто как бы учить детей шахматом, просто чтобы человек мог играть, просто знал правила, умел играть и как бы не совершал глупые ходы там какие-то такие вещи. Короче говоря, чувак, вот этот, который пишет статью, он очень сильно у него бомбанул от того, что он узнал, что сейчас преподается шахмат. Он, видимо, сам преподаватель шахмат, потому что он сам говорит, что да, да, я учился, типа вся фигня. Вот. Не то, что даже учился, я, говорит, учу типа шахматом и вот смотрю на наше образование, что сейчас тоже начали преподавать шахматы, и это, говорит, тихий ужас. Он открыл методичечку, некого Илюмжинова. Вот для него это почему-то знаковая фигура, говорит, я даже не буду, говорит, его обсуждать. Это какой-то, видимо, чувак в педагогике такой, который все, его все знают, возможно, в плохом свете, я не знаю. И, короче, тем не менее, да, короче, сам чувак, автор статьи, он говорит, типа, окей, вы учите детей с первого по третий класс, вот таких очень маленьких детей, просто супермаленьких детей с шахматом. Их учат преподы, какие-нибудь особенно молодые преподы, которые, возможно, сами даже не умеют играть в шахматы. Не то, что какие ходы, какими фигурами делать, просто не знают, что такое шахматы, боятся их как огня и так далее. Их еще заставляют преподавать шахматы. Понимаешь, есть такое в курсе, есть такой курс шахматы практически образовательный. Вот. Кроме этого всего, говорит, я открыл методичку и доказался сразу до сотни тысяч там недочетов и всякого говна. Он описывает несколько из них в этой статье. Ну, это помимо того, что, в принципе, он против того, чтобы школьников, настолько маленьких школьников, которые вот еще из детского садика только вышли, напрягать шахматами, в принципе. Вот. Там в этой методичке пишут, что встречаются такие вещи, например, во-первых, латиница сразу хреначит. Вот просто чувак в первом классе пришел, открыл и увидел латиницу. И там обозначение на латинице и даже, типа, описание, как читать эту латиницу. Типа, С, Б, ну, ты понял. Кроме этого, короче, многие термины, в принципе, вот программа, по которой построено обучение, сделана неверно. Да, он говорит, все правильно построено изучение фигур самих по себе. То есть, как ходят, сначала они изучают ладью, маленькие детки, потому что ладья – это, типа, самая простая фигура, которая, в принципе, есть на шахматной доске в игре. Типа, вот она работает, ходит только по прямой, там, хреначит всех, короче, и так далее. Но, говорит, нет никакого абсолютного описания, чего это за ладья, короче. Или, наоборот, есть слишком много описаний. Я уже не помню. Короче, он постоянно выделит, что либо что-то не хватает, либо слишком много всего дается. То есть, типа, деткам либо совсем ничего не объясняешь, либо так их загружаешь, короче, информацией, что они просто даже не понимают, что происходит. Причем, надо учитывать, что это все происходит на уроке, где класс, там, 20-30 человек, из них кто-то умненький, над кем-то родители работали, а над кем-то не работали. И, как бы, кто-то быстро партию заканчивает, а кто-то медленно. Соответственно, тот, кто медленно заканчивает партию, он, скорее всего, никогда вообще не научится играть, потому что ты понимаешь, что дети, они, естественно, закончили играть, пошли смотреть на другую доску, что у чуваков происходит. Подсказывают, условно, там, бесятся, бегают вокруг этого всего. Ну, полный досвидост, то есть человек, который мелкий, захочет сконцентрироваться в этом во всем мясе и еще играть в шахматы, да, в первом классе, он, скорее всего, не сможет это сделать адекватно. Кроме этого, он реально бы длит на некоторые термины, которые используются в этой методичке, типа, знаешь, терминов, типа, там, как-то сейчас, я даже вот, выгодное взятие, невыгодное взятие фигуры. Вот, например, ему не нравится очень сильно, потому что некоторые невыгодные взятия фигуры специально для этого и делаются невыгодными, то есть ты берешь заведомо сильной фигурой, меняешь свою сильную фигуру, ну, если вообще наши, хотя у наших подписчиков гений, в принципе, да, если наши подписчики понимают вообще, о чем я говорю, то есть большой фигурой, значимой какой-нибудь, там, слоном, меняешь на пешку, у тебя срубают слона, но впоследствии, как бы это называется невыгодное взятие в методичке, потому что ты уже просрал большую фигуру взамен маленькой, но твое невыгодное взятие, возможно, это, там, не знаю, приведет к шаху или к мату, там, плотом, на столе. Короче говоря, суть в том, что, во-первых, неправильные термины используются, это все прививается ребенку, короче, многие вещи просто неправильно поставлены вопросом в самой, то есть в методичке есть вопросы, которые надо задавать, типа, детям, вот, а как здесь вот фигуры должны стоять, а как здесь вот то-то, и они просто неверно сформулированы, ребенок будет, тем более в первом классе точно путаться просто под освидос, что вообще происходит, куда что смотреть, короче. В принципе, шахматы это достаточно сложная такая тема, вся система, как бы она, она нарабатывается, да, потихоньку, ну, то есть человек может, развиться в шахматах, если будет просто играть, как бы, понимаете, правила, вот, ну, а в первом классе достаточно сложная хреновина, вот чувак, типа, бедлив. Потом, короче, ему не нравится там, не нравится, например, термин позиционное преимущество на столе, типа, сейчас еще скажу, что, ну, короче, в общем, многие-многие вещи, на которые он токсичничает очень сильно, вот, и даже не знаю, вот, вывод какой можно, под это все подвести, ну, типа, чуваку реально, у человека реально бомбануло, но, просто, понимаешь, вот, если так вдуматься, мы опять же тут сидим, как бы, мы же все гении, включая наших подписчиков, я не помню, когда я, короче, начал играть в шахматы, но мы с дедушкой играли в шахматы, очень до хрена, и, короче, я, возможно, играл еще до шахматы, меня абсолютно не смущала латиница, и прочее, прочее дерьмо, короче, и, ну, я, на самом деле, даже не вникал в латиницу, там, а2, b2, мне вообще на срать было, как это называется, такие клеточки, я просто знал, как что ходит, и, когда меня дедушка выиграл в определенных комбинациях, я потом в следующие разы так не ходил, там, или, ну, перехаживал, там, в общем, там полный досвидос был, но, тем не менее, короче, я достаточно хорошо научился играть в шахматы, потому что, короче, я помню, потом как-то пришел не с хрена в клуб по шашкам, короче, и чуваков выиграл в шах... Я понимаю, что они как бы не специалисты по шахматам, но я там выигрывал чуваков в шахматы, короче, в клубе по шашкам, но это нормальная тема. Вот. Просто, понимаешь, я, с одной стороны, ну, согласен с чуваком 1974 года, то есть автором. В принципе, да, сложно, сложно, для первого класса сложно, но пусть лучше они будут хоть как-то, хоть как-то вникать в шахматы, вообще хоть каким-то боком, чем если они совсем не будут вникать. То есть он говорит, вот неправильно дети заучат, типа ходы, да, условно. или какие-то там вещи. Но лучше пусть неправильно заучат, на самом деле, и просто вообще будут иметь понятие о шахматах, чем вообще будут на нулях, и потом этот момент упустят, и потом ни в каком там пятом классе, в десятом классе никто не вернется к шахмату. Вот такое мое мнение. Возможно, оно неверно, я не знаю. Дальше на вот кверте, он абсолютно незамысловато предлагает с комментарием лол. Вот практически лол кеш-чебурек. Да, и он предлагает, короче, с интересного сайта. Новость, просто вспышка, новость вспышка, на самом деле, потому что я не буду растекаться по древу, мысью. Оказывается... Майкрософтовских штук, особенно, а именно, по-моему, Ажури, что ли, или какой-то такой... Да, Майкрософт Ажури, Ажури, короче, чувак, реально, взял, и, короче, наплевал на Edge, он, естественно, все показывал в Edge, ну да, он, конечно, просто насрал на это. Да, и из-за того, что у него, короче, все медленно грузилось, он, короче, взял и просто и скачал в прямом эфире на презентации Google Chrome, открыл через него, и у него там все работало. Я причем смотрел, короче, это, там есть видос. Я тут сейчас его весь экран включил, да. Короче, самое крутое из этого, знаешь, что все? Скорее всего, его там, наверное, уволили после этого, я не представляю, что было, но вот чуваки тоже думают, что уволили, но тем не менее, чувак, короче, когда устанавливает Chrome, он, по-моему, там его спрашивает, то есть после установки, он говорит, а как вам вообще, типа, там именно такой стандартный вопрос у Chrome, типа, а как вам, или вы хотите, типа, сделать его стандартным браузером, знаешь, что-то такое, или, знаешь, типа, а как вам вообще продукт от Google? Там вот какой-то такой вопрос был, очень стандартный браузер, но там такой ржач стоял из-за того, что он такой «ноу», нажимает, типа, мне, типа, это не интересно. Да, я сейчас смотрю тоже, и тут супер хлопают все, да. Да-да-да-да, и там на самом деле все жутко, короче, что, типа, нахрен, Эдж, короче. В общем, жесткая тема, жесткая тема, на самом деле. Ну, это жиза, это жиза, конечно, да, я помню, я когда в прошлом подкасте, или где, опять же, сказал, что я вот на полном серьезе пользуюсь Эджем, да, и опять там было пара извительных комментариев, да, Эдж так зависает, что на нем даже Chrome, типа, скачивает долго, нудно, там, туда-сюда, ну, короче говоря, такую, как бы, прям, опять же, жизу-жизу скидывают, и да, поэтому, есть к нему вопросы, особенно там, в билде, по-моему, 17.03, или в 16, ну, нет, 16.07, по-моему, был достаточно стабильный, да, в билде 17.03, он прям тупил-тупил, и до сих пор в билде 17.09, когда перепрокидываешь порты, ну, внутри локалки, там, на какой-нибудь айпишник тебе надо попасть из другой сети, ты прокидываешь, чтобы у тебя на роутере, там, на каком-нибудь условном порте 402 открывался, там, 80-й порт какого-то айпишника, вот, Эдж этого не понимает, например, по умолчанию, вот, там надо прям писать, что внутри, там, с прокси-сервером он тоже коряво работает, пытается проксировать локальные адреса, даже если стоит гавочка, не проксировать локальные адреса, и пока ты тупо всю подсетку туда не забьешь, типа 120-168-99 звездочка, он все равно ее будет пытаться проксировать, вот такие вопросы, конечно, он все еще не может нормально решать, ну, а что касается каких-то фронт-эндовых тем, сегодня вот в разработке будет одна тема, там как раз я тоже про Эдж немного скажу, точнее, про поддержку им некоторых технологий, так что вот так вот. Окей, да, последняя тема из советских новостей, это, короче, Вафа Абзепер же предлагает, и он, знаешь, что, короче, делает, он берет, ссылку дает на телегу, на телеграм, Тинькофф журнал, и там, и там, я сейчас это открою, и там, и там. Я там даже для удобства я предложил, я не знаю, может быть, я предложил это уже после того, как мы начали готовиться, хотя нет, на самом деле, судя по дате до, я предложил сразу ссылку на журнал.тинькофф.ру, чтобы через телеграм не ходить. Да, и вот, короче, и на этом журнал.тинькофф.ру, просто, знаешь, я вот, честно, честно, я просто скажу в двух словах, это как бы, по сути, инструкция для людей, не знаю, для сисадминов, вот можно так назвать, то есть, короче, видимо, тинькофф уже задолбались отвечать на какие-то вопросы стандартные в саппорте, это уже стало стандартным, когда есть какие-то бабки на тинькоффе лежат, эти бабки, ну, неважно, тинькоффе или на тинькоффе, они про себя написали конкретно, потому что их интересует именно это, но, неважно, лежат у вас они на Сбербанке или где-то, и вы, короче, какие-то средства переводите откуда-то, из каких-то счетов, и когда вы двигаете, да, когда вы двигаете бабки, каким-то образом эти бабки, часть бабок, может уйти на злоумышленникам, скажем так, это может произойти разными способами, начиная от того, что бухгалтер открыла до того, как выдавать зарплату какой-нибудь экзешник, какой-нибудь аттачмент, и этот аттачмент все там заразил нахрен, и даже 1С-ку, и вообще все, полный досвидос, и все, короче, все бабки ушли, все зарплаты ушли, короче, злоумышленникам, заканчивая тем, что элементарно могут флешку прямо в офис тебе кинуть, как в окно практически, подкинуть флешечку, и какой-нибудь ушлый сотрудник воткнет эту флешку, подумает, что ага, халявная флешка, значит, втыкает флешку себе в компуктер, а у него, например, сисадмин не позаботился и никакие права не настроил, то есть, политики никакие нет, а он, возможно, даже не сисадмина, и тогда вся сетка, короче, принадлежит пацанам плохим, которые могут, собственно, делать вещи с вашими деньгами. Здесь вот об этом целая инструкция, по-разному написаны разные кейсы, видимо, Тинькофф просто реально хочет давать эту ссылку, короче, Да, опять же, как нам, вы, говорит, короче, напишите статью, в которой напишите оборудование, которое вы используете в подкасте, потом во всех ею кидаетесь. Вот, видимо, тут тоже надо во всех кидаться теперь. Вот, видимо, надо кидаться. Ну, окей, вот такая статья, давай к разработчику пойдем. Ну, давай к разработчику. Перед разработчику у нас, конечно же, как всегда, великий и ужасный uwebdesign.ru slash smartape. Это наш суперхостинг. Нет, кстати, не наш, конечно, я, это наш партнер суперхостинг, который предлагает просто сервис космического уровня. Такого нигде в России вы не найдете. Суперподдержка. Все варианты, которые вы только можете себе представить. Безлимитный хостинг, причем безлимитный хостинг на быстрых SSD-дисках, VPS-ки, тоже на HDD, на SSD, в зависимости от того, какие вам, так сказать, преследуете цели. Также облачный центр обработки данных. Можно облако снять на smartape, какое вам только нужно по времени, по ресурсам и так далее. То есть это прям вот все, все, что угодно. И в том числе аренда dedicated серверов выделенных, которые вам нужны здесь. Даже Core 2 Quad все еще старичков можно арендовать всего там за 2700 рублей в месяц. Ну и нормальные современные Xeon даже есть за 27 косарей. В зависимости от того, какие у вас потребности, можно все, что хочешь сделать. И даже распродажи у них периодически есть. И даже у нас есть реферальная ссылка, которую вы видите на ewebdesign.ru slash smartape и прям обязательно ею воспользуйтесь, если хотите нас поддержать как проект. Нам с этого капнет и какнет чуть-чуть денег. Кстати, даже размещение серверов возможно. Можно собственные сервера туда привезти и просто тупо в стойке арендовать место под один юнит, например. Ну вот здесь конкретно у них только одноюнитовые, так скажем, есть. И не беспокоиться о том, что у тебя железка шумит, пыхтит, электроэнергию потребляет. Просто разместить свой собственный сервак где-то там и будет прям хорошо. Знаешь, хочется иногда даже разместить, просто чтобы одним глазком посмотреть, как там вообще у них в этом в оверсане или где-то у них в диджитал хабе. Ну, у них в двух центрах это все находится. Наверное, размещение серверов все-таки в диджитал хабе происходит. Короче говоря, прям прикольно. До тысячи ватт, кстати, всего лишь размещение, поэтому все майнеры сейчас отсеклись сразу же в тот момент. Хотя, собственно, майнеры не влезут в одну юнитовую стойку, поэтому... Они даже и ухом не повели, когда мы это начали говорить. Они это кто? Майнеры. Конечно. Майнеры вообще ушами не ведут уже, у них все хорошо в жизни давно. Так что, да. Короче, разработка. uvdesign.ru саш смарт-тейп. Попробуйте. В любом случае вам должно быть это интересно. Просто обязано быть интересно. Flexbox VC Grid. Вот так вот можно это охарактеризовать. Олег нам прокомментировал. Привет, парни! Нашел интересную тему Flexbox VC Grid Versus. Будет интересно и полезно для подписчиков, кто еще не силен в английском. Дает ссылку. Тема хайповая. Многие думают, что гряды уничтожат флексы. Надеюсь, эта тема прояснит этот вопрос. Некий Феликс ему поддайкивает и написал, было бы интересно послушать разбор этой темы. Раз интересно, значит, давайте послушаем. статья на аэролаб.co и я тоже ее видел. Я много где видел эту статью, по-моему, я даже ее себе сохранил для того, чтобы ею поделиться на сайте в какой-то момент. Но поскольку мы уже ее обсуждали в подкасте, понятное дело, делиться заново ей на сайте я не буду. Но, в общем, она мое внимание тоже, так сказать, захватила. Я не думал ее вдруг разбирать, потому что, на самом деле, это вполне себе обычная такая практическая статья, в которой есть примерчики, в которой есть какие-то юзкейсы конкретно авторы и так далее. То есть, ну, нормальная такая статья про технологии. Так вот, в заводочке здесь написано, что CSS-гриды их, на самом деле, больше, чем 6 лет назад уже начали делать. Хотя вот в 2011 году появился первый там черновик, причем в E10 еще поддерживалось с префиксом. То есть, Microsoft в этом отношении были прямо вот первопроходящие авторопроходцами. С тех пор, конечно, уже изменился и синтаксис, и уже Flexbox успели выйти и вообще. И, как бы, в принципе, да, традиционные гриды сравнивают с Flexbox просто потому, потому что это два, так скажем, таких стандарта, которые начали разрабатываться уже очень давно, а в полную, так скажем, силу вошли только сейчас, и они, как бы тебе сказать-то, вроде решают похожие, похожие задачи, но на самом деле не могут быть взаимозаменяемыми. То есть все мы уже устали от флотов, от, не дай бог, от табличной верстки, все мы понимали, что так быть не должно. Должны быть какие-то технологии, с помощью которых верстка была бы прям вот прям красивой, удобной, простой и быстрой. То есть прям вот по-быстрому сверстать какой-нибудь лейаут, как в журнальчике или как где-то еще. Должно это быть просто быстро и удобно. Вот в марте 2017 гриды появились в любом браузере. Опять же, конечно, есть еще много шероховатостей, а здесь о них будет сказано, что там новые свойства вводятся и так далее, но это уже детали. Основная поддержка в марте 2017 года появилась уже везде. До сих пор есть много мифов и слухов вокруг этой спецификации, и вот эта статья попыталась их все развеять. В общем, мифы. Первое, гриды появились для того, чтобы разрушить флексбокс, ну, чтобы убить флексбокс, встать вместо него. На самом деле нет. Во-первых, потому что даже люди, которые работают над ними, это одни и те же люди. То есть, это CSS Working Group, и, соответственно, они чисто теоретически даже не могут делать две технологии, которые будут заменять друг друга, потому что нахрена бы их тогда одновременно делать. То есть, они на самом деле, они разные. Потом, второй миф, это флексбокс, это фоллбэк для грида. Это тоже неправда, во-первых, потому что они разные, то есть, ну, можно чисто теоретически какие-то крайние случаи гридов зафоллбэчить флексбоксом, но постольку, поскольку они поддерживаются примерно одинаково, особенно в ИЕ, то какой нахрен фоллбэк, если фоллбэк должен быть супер буллетпруфным, каким-нибудь там джаваскриптовым вариантом, который уже в вайде даже работает, вот флексбокс это ни хрена не фоллбэк для гридов, это вообще не фоллбэк. Флексбокс надо проверять на поддержку точно так же, как и гриды, поэтому этот миф тоже развенчан. И здесь вот... тим фоллбэк! Да. Тим фоллбэк и коллбэк. Короче говоря, здесь вот AeroLab, который статью допишет, они сделали такое слово, придумали, фридз. Фридз это флексбокс плюс гридз совмещенно получились фридз. И они так назвали лейауты, в которых они совмещают флексбокс и гриды, так сказать, и используют их вместе. Первое. Если вам нужны одномерные какие-то вот верстки, то есть, когда все, весь контент выровнен в одном каком-то направлении, либо по горизонтали, либо по вертикали, то, конечно, нужно использовать флексбокс. И я опять же скажу просто, я сделаю маркер, я не уверен, что одновременно можно на ютубе делать конечные заставки вот эти, ну помнишь, да, которые там последние 5 секунд горят, типа подпишись, там посмотри плейлист и так далее. и вот эти подсказки, которые всплывают с восклицательным знаком. Я не помню, можно ли делать и те, и другие, но если можно делать и те, и другие, то я здесь еще сделаю подставку, подставку, подсказку о нашем старом ролике про флексбокс, который я снимал где-то года 2 назад, может быть, больше, но он все еще актуален на самом деле. То есть, там я рассказывал примерно, как этим пользоваться, несмотря на то, что появилась там пара новых свойств за эти 2 года, суть там ясна. Так что для одномерных каких-то лейаутов можно использовать флексбокс. А вот для двумерных, это когда нужно контент распределять по осям X и Y, скорее всего, лучше использовать грид. Ну, не скорее всего, а точно, потому что это свойство, оно идеальное как раз для таких вот сложных лейаутов, связанных с нелинейными компонентами. То есть, там одно, один контейнер занимает какие-то условные 2 клеточки, потом дырка, потом контейнер, который занимает 2 клеточки не по горизонтали, а по вертикали. Ну, в общем, здесь вот есть пример, называется Fullstack Fest Barcelona. Он такой темно-синий, темно-черный и так далее. Вот он прямо вот клинтэссенция того, что можно сделать на гридах, что предназначено для того, чтобы сделать на гридах. То есть, вот такие квадратики, которые с пропусками, они разные, какие-то вертикальные, какие-то горизонтальные, какие-то со смещением и так далее. это все идеально было бы сделать с помощью гридов. Но, но, в том же случае, здесь нам говорят о том, что, а в рамках одной линии на гриде, например, можно было бы использовать и Flexbox для того, чтобы получимых как-то там повыравнивать с пропусками и так далее. То есть, это именно как раз пример такой вот этой комбинации, так сказать, коллаборации. Поэтому, да, некоторые свойства, они одинаковые и для Flexbox и для гридов, поэтому, в принципе, их изначально, как бы, видимо, и начали сравнивать, но по факту они немножечко другие. То есть, вот, есть Justify Content и Align Items, и для Flexbox и для гридов они чуть по-разному ведут себя. То есть, Justify Content это выравнивание по горизонтали и Align Items это выравнивание по вертикали. Они все принимают значения Flex Start, Flex End и Center. И, ну, их можно, соответственно, комбинировать. Start Center, Start End, End Start, End Center, Center Center. Вроде все назвал, если не все, насрать. Кроме этого, есть еще такие вещи, как, точнее, такие значения, свойства Justify Content, как Space Between, Space Around. Это то, как вы непосредственно пространство между элементами Flexbox будете организовывать. То есть, вот здесь на гифках это все более или менее понятно, если даже делаете Space Between, а потом у элемента можно Flex Grow указать один, и тогда это все схлопнется, потому что будет просто один к одному это все. То есть, оно не будет уважать, так скажем, значение вот этого Space Around или Between. Так вот, дальше пошел Display Grid и там тоже есть тоже Align Items и Justify Items. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть другой синтаксис, то есть, Align Items также, там был Justify Content в Flexbox, а тут Justify Items. Но по факту точно так же работает, то есть, выравнивание Start, End, Center, только там, соответственно, был Flex, Start, Flex, End, а здесь просто End и Start. для элементов есть свойства Align Self, то есть, и Justify Self. Ну, короче говоря, во-первых, на гибках, на гибках, на гибках гибко видно, а во-вторых, слушатели, ну, вы просто представьте, то есть, в грядах, там, колонки, вы все эти делаете, там, 3, 1, 3 и так далее, а уже между собой их выравнивание, такие же свойства Align Items, Justify Items, Align Self, Justify Self, соответственно, для дочерних элементов, очень похоже на Flexbox, по-прежнему, повторюсь, поэтому их и сравнивают, но на самом деле, если присмотреться уже более, так сказать, подробно, то есть вот функция Repeat, функция Repeat, она отсутствует, как факт в Flexbox, ну, там просто нет возможности это сделать, а вот в грядах есть, это то, как повторять, так скажем, колонки, по, ну, ну, в общем, два параметра функции Repeat принимает, первое, это сколько колонок, а второе, это какая ширина будет у каждой колонки, одна из дефолтных единиц измерения в грядах, это for, 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 что означает fraction, то есть одна доля, если мы делаем три колонки по одной fraction, то просто три равные колонки, у нас получается, соответственно, и все, то есть абсолютно прозаично, три равные, соответственно, да, потому что one fraction и так далее, если мы сделаем уже какие-то другие у каждого отдельного дочернего элемента ширины, то они, соответственно, будут уже меняться, grid gap есть свойство, и в данном случае оно просто показывает именно дырку, так сказать, зазор между всеми элементами гряда, в комбинации с пэддингом, например, можно сделать, вот здесь на гифке опять же видно, и внутренний отступ, два vertical height, ну, в данном случае используется единица измерения vertical height, два vertical height внутри, и два снаружи, и получается такой прям красивый отступ, одинаковый, абсолютно и внутренний, и внешний, при том, что сама верстка, ну, такая нестандартная, вот, ну, вы видите, опять же, один горизонтальный блок, один вертикальный, два квадратика, все вот так вписано в горизонтальный прямоугольник, и отлично работает. Так вот, что касается, как их использовать вместе, здесь вот на одной гифке будет прям видно, что у гридовых ячеек мы сами элементы можем делать display flex, и, соответственно, с помощью этого центровать контент уже внутри этих ячеек по флексбоксу. То есть, условно, весь лайаут у нас сделан гридом, а то, что внутри этих ячеек мы уже выравниваем флексбоксом, и это нам позволяет внутри каждой ячейки, я вот все время для меня флексбокс это аналог шашлыка, мы на одну ниточку, ну, или шампур нанизываем либо по горизонтали, либо по вертикали какой-то контент и выравниваем уже его, вот эти кусочки мяса двигаем туда-сюда, либо все их в центр сгруппировываем, либо с дырками поровну по всей длине шампура и так далее. То есть, это как раз вот то, как можно их комбинировать. Внутри грида, в самих элементах этого грида использовать флексбокс, почему бы и нет. Соответственно, текст, например, или другие какие-то контейнеры внутри этих контейнеров можно будет уже выровнять. Вот, вот как-то так. Ну, а здесь опять же показывают, как можно адаптивность делать с помощью флексбокса. То есть, если нам вдруг нужно сделать супергибкость, то флексрэп свойство позволяет нам, ну, короче говоря, чтобы не уходило за границы контейнера, ни хлина, ни хлина, ни хрина. И это у родительского элемента флексрэп, а у дочерних элементов флексгроу, например, и флексбэйсис. Мы указываем, что гроу это единица, чтобы все было равно единице, а флексбэйсис это минимальная ширина, которая у каждой ячейки должна быть. Ну, то есть, опять же, кто не уловил, еще раз повторю, флексрэп у родителя и, соответственно, флексвит и флексбэйсис у этого, флексгроу, простите, и флексбэйсис у дочерних элементов. Вот такая комбинация трех свойств. У гридов, ну, немножечко по-другому, надо, опять же, с функцией репитва с этой колдовать, то есть, мы делаем, что там, пять колонок, условные там, 20% мы делаем по ширине, но для того, чтобы это было уже суперадаптивно, нужно использовать в рамках первого параметра, например, автофил, тогда он будет автоматически заполнять и уже использовать не пиксели, а вторым параметром, а, например, функцию minmax, у которой будет первый параметр 140 пикселей, второй one fraction, то есть, минимум 140 пикселей, а максимум one fraction, если больше 140 пикселей, соответственно, уже что-то получается, то поровну делить. Короче говоря, функция repeat, она в гридах нам поможет в рамках одного всего лишь свойства grid template columns уравновесить все вот эти колонки и сделать их адаптивными, то есть, одна строка и у нас уже суперадаптивность. Ну и понятное дело, что в продакшене это нужно использовать все равноосторожно, несмотря на то, что во всех современных браузерах уже это работает, фоллбэк надо делать какой-нибудь изначально, то есть, допустим, мы делаем контейнер grid parent, у него вписываем свойства для всех лоховских браузеров, то есть, вдруг кто-то хром не обновлял 20 версий, отключил обновление и не обновлял, у него, соответственно, этого уже не будет, а потом все новые свойства мы оборачиваем в add правила, add в смысле собака, собака supports, display grid, если display grid supports, то просто переписываем все стили уже по-новому и все отлично у вас работает, здесь, кстати, они рассказывают вот реальный пример у них клиент magic cube, которым они делали страницу с новостями, они там использовали grid вовсюду, повсюду, ну и вы видите здесь, на самом деле, практически тот же самый пример, который они реализовали в гифках, только уже просто, ну, с реальным типа контентом, хотя то, что контентом это не назвать, это какой-то такой синий-черный вайрфрейм у них получился, и да, они еще, естественно, прикладывают здесь небольшую, небольшую, ссылку на grid garden, например, это игра, на которой, это как flexbox frogs, я помню, я ее выкладывал тоже на сайте, игра, которая позволяет вам выучить flexbox, потренировать, то есть там даются задания, вот теперь с помощью CSS voice сделайте, чтобы лягушечка перепрыгнула, вот тут grid garden, то же самое, видимо, надо засаживать сады с помощью CSS grid, я на самом деле сам-то не видел, не заходил еще, но посмотрю, ну и кроме этого, они говорят о том, что в разных браузерах, например, Firefox Developer Tools и в Chrome тоже они уже сделали, разработчики, есть специальные такие в инспекторе элементов, я не знаю, как это назвать, короче, параметры, можно окрашивать по-разному ячеечки гридовые, ставить галочки, чтобы подписывались номера, там строчки нумеровались и так далее, в общем, ну, да, я посмотрел в Safari, к сожалению, ничего подобного еще не сделали, да хотя, как бы, наверное, ну, не знаю, надо это или не надо, я, как бы, в супер продакшене, будучи верстальщиком, такое еще не делаю, а верстать давно уже не приходилось, поэтому напишите в комментариях, верстальщики, не больше одного раза, напоминаю, это говорим, не повился, напишите в комментариях, если вам приходилось уже использовать CSS гриды вот с этими инспекторами, насколько они вообще удобные, хорошие, мы пойдем дальше, наверное, то есть вот такая прям супер практическая статья, мне же самому немного как-то стыдно, что я вот так вот просто комментировал куски кода, пытался пропустить их через себя, но судя по комментариям, вам это нравится, а наши подписчики сегодня короли, самые гениальные, лучшие в мире, мы их хвалим, поэтому все для вас. Да, да, вот еще следующая тема тоже для наших подписчиков, которых мы хвалим, синдром ученика называется, это нам предлагает некий стайкер, вот стикер, стикер, прокомментировал, привет, говорит, ребятушки, попробуйте найти себя в данной статье, мне показалось, она довольно занимательная, и там с хабра, короче, статья, на самом деле статья вспышка, статья вспышка, потому что я уже, если честно, себя чувствую неадекватно, 25 минут третьего, 25 минут третьего на часах по Челябинску, статья такая, короче, статья такая, чувак, просто, это перевод, это перевод с хакер Нуна, чувак просто сетует на то, что вот, говорит, вот вы, говорит, не замечали за собой, просто вот, говорит, учите и учите, постоянно новые фреймворки, что-то постоянно учите, короче, что-то новое, не углубляетесь, типа, в старое, а вы, говорит, задумайтесь, вот, типа, я, говорит, недавно посмотрел, сколько я, говорит, написал стандартного, вот этого упражнения, типа, сделать, сделать, типа, ну, не вишли, список дел, вот список дел, говорит, вот такую прогу написать, на каждом фреймворке, да, на каждом фреймворке, говорит, вот, понаписал, говорит, И вообще, говорит, за это время я бы мог просто углубиться в один из фреймворков и сделать что-то более крутое. И сделать уже не тудулист, видимо, а какую-нибудь супер-хреновую, супер-компьютер. Да, я постоянно, говорит, учусь, постоянно, говорит, пытаюсь что-то учиться, и это все вот лишняя трата времени. Учеба имеется в виду в ширину, скажем так, не в глубину, а именно в ширину. То есть постоянно какие-то новые вещи узнавать, которые, в принципе, не пригодятся или пригодятся, но не так эффективно, как если бы тебе пригодились те знания, которые были бы там, какие-то углубленные знания, изученные тобой. Вот, собственно, просто про это статья. Чуваки, давайте, говорит, сконцентрируемся на одном, на чем-то. Понятно, что круто учить новое, да, но, говорит, отводите на это просто часочек времени, чисто в день. Не надо на это тратить, типа, весь день. Если вы там, условно, у вас какой-то свободный график, вы можете там балдеть, изучать, все новое. Вы такие, короче, каждый день новый фреймворк. По новому фреймворку в день, как бы, пятилетку за три года. И вот так вот. Самое тупое, что здесь одна из меток, то есть тегов, изоморфный сервер. Причем здесь изоморфный сервер? Понятно, что он здесь говорит нам про... Ну, здесь есть даже картиночка про изоморфный джаваскрипт. Да, но это вообще не причем. Вот, да, да. Это просто как бы... Чувак просто решил, по-моему, повыеживаться тем, что он значит такой изоморфный сервер. Вот, походу, да. Хотя, вообще-то, это тоже оксимороны. Изоморфные могут быть приложения, а сервера изоморфными быть не могут. Потому что изоморфный – это как раз априори то, что и на клиенте, и на сервере имеют схожие, так сказать, компоненты. Ну, ладно, это уже придираюсь я. А я вот только одного не понял. Стайкер имел в виду найти нас, в смысле, что мы себя видим в лирическом герое этой статьи. Потому что конкретно про ювеб-дизайн я тут что-то ничего не увидел. Нет, я думаю, что это конкретно просто ко всем. Обращение ко всем слушателям. Как бы мы прочитаем тему, а слушатели просто представьте и найдите себя. Ну, понятно. Ну, круто, круто, что я могу сказать. Мы закончили с темами на сегодня. Осталось только две, так сказать, зачитать микровспышки. Я сейчас даже позволю себе это открыть. Почему-то они у меня не были открыты отдельно. Первое нам CTTR пишет. Про Dart. Я просто, ну, мы спрашивали, и поэтому я считаю, нужно это зачитать. Я спрашивал про Dart, говорил, что вот вышел Dart SAS, и типа накатите нам кто-нибудь что-нибудь про Dart. И здесь вот CTTR пишет. Про Dart. Убийцей JS он не стал из-за того, что для его выполнения нужно тянуть в браузер в виртуальную машину, чего никто не сделает, кроме хрома. Занял свою нишу и может собираться в JS-код. В кубках качественный, так как сотрудничает с разработчиками V8. Google использует Dart для своих внутренних нужд. Для удобства сейчас сказал бы внутренний. Нет, наши подписчики самые гениальные сегодня. Admin AdWords, например. Есть еще AngularDart. Andular у него здесь. Andular, значит, значит, он так и хотел. Все, ничего не знаю. Мое личное имхо от Dart как разработчика, богатый язык с OOP и асинхронностью, была бы отличная замена JS. Ну, здесь его попытались как бы это обсмеять, фронтендер. Но, блин, во-первых, CTTR. Спасибо, что откликнулся на нашу просьбу что-нибудь про Dart скинуть. Но я, конечно, имел в виду какую-нибудь статью. Вот статейку бы какой-нибудь про Dart прям, и было бы круто. Вот, например, статейку про Kotlin нам скинули. Но просто в этом подкасте уже не лезет это никуда. Я напоминаю, перекочевал в следующий подкаст 6 или 7 суперкрутых тем. Вот темка про Kotlin, одна из них, будем потом рассматривать, вникать, что там вообще, какая разница с Java. А вот про Dart все еще ждет, ждет своего подписчика, своего слушателя или зрителя, который нам ее предложит. Ну и последнее. Алекс Белл нам прокомментировал. Привет, ребята. Спасибо вам за подкасты. Слушаю вас. Я реально спасаюсь от рутинной работы. Вы молодцы. Есть малюсенькая просьба. Выкладывайте свои подкасты еще и в SoundCloud. Если вы так сделаете, ну, вы, будет, ну, прям вообще крутецкие. А я вас стикерок закажу. А, 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 по рукам. Я Алексу Беллу скажу, что в Патреоне, в Патреоне, goal за 400 долларов у нас такой. Подкасты теперь будут выкладываться на SoundCloud. За 400 долларов всего? Да. Это же сущие копейки. Ну, вот когда 400 долларов в месяц нам будет капать, вот тогда будет на SoundCloud подкаст. Все честно. Так это же вообще, это же практически, ну, нисколько. То есть это же каждый... Скорее всего, прям 145-й подкаст уже выложит. Ну, да. Да, потому что каждый разработчик, ну, какие зарплаты, то есть у людей? Ты же понимаешь, что это же для них, это надо повышать, мне кажется. Ну, давай так начнем. А потом уже будем, так сказать, наглеть, повышать. Проснулся, уже 4000 надо вместо 400. Опа. И уже опять с SoundCloud все пропало. Ну, да. Повторимся еще раз в начале, то, что мы сказали. Patreon.com, с лошки веб-дизайн. Теперь вы можете нас поддержать. И я вот здесь недвусмысленно написал, что наша самая низкая ставка, 2 доллара. Если бы наш каждый подписчик, а у нас их на YouTube уже там 27 тысяч с чем-то, да, я не помню точно. Сейчас посмотрим. Если бы каждый из них хотя бы 2 доллара нам скинул, то было бы прям вообще уже хорошо. Поэтому... Вообще нормально было. Вы задумайтесь об этом. И как бы вы получите все свое сполна за это. 27 тысяч 738 подписчиков у нас уже. Поэтому я считаю, это правильное вложение ваших сил, времени и денег. А мы обойку, Никита, с тобой давай посмотрим еще и будем уже прям сматывать удочки очень ускоренно. Да. Обойка простая. Наш подкаст, это дорога вот эта, которая здесь есть. Такая шоссейная. Она просто уходит вдаль, как бы туда практически в облака, в небеса. Наши великолепные подписчики, они уже уехали по этой дороге, потому что они же уже... Они крутые. Они уже в принципе проехали, послушали этот подкаст, и они уже там где-то вдалеке, где-то сидят, пусят, чай пьют. Они уже где-то комментарии пишут нам лайки, ставят подписки, наверное. Подписываются на соцсетях. Да. Скорее всего на Патреоне уже карточку вводят свою тоже. Я уверен, что будут и такие, которые прям с места в карьер не успеют ни разуться, ни обуться, а уже пойти и на Патреоне карточку свою прикреплять. Поэтому задумайтесь. Кстати, за одну из... Одна из наград на Патреоне, по-моему, за 10 долларов, это бесплатный стикер. Набор, точнее, стикеров целых двух. Если вы нам это скинете... Что, хочешь разориться всего за 10 долларов, продавать стикер? Я согласен, что очень дешево. Это дешевле, чем у нас на ВК. Поэтому надо там цены теперь поднять, соответственно, новым реальным. Короче говоря, да, подписывайтесь на соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе, в Телеграме, обязательно подписывайтесь на канал, заходите в группу, там у нас живое реальное общение. На Ютьюбе пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. На Айтюнсе пишите отзывы, ставьте звездочки, подписывайтесь, слушайте нас там тоже. Увидимся все уже через неделю. Всем большое спасибо и пока. Пока. Саня? Танька? Саня? Да тут я тут. Надо маркер поставить. Надо маркер поставить. Закончился? Бензин подзакончился. Минус бензик тупо. А где вообще, на чем сейчас закончилось-то вообще, что было? Я по серии могу тебе только подсказать, что в принципе я рассказал все говно, можно переходить к следующей теме. Про шахматы я рассказал все, можно идти дальше. А что там было? Я же не скролил получается вообще. Ну ладно. Да не срай. Разберусь. Я уверен, что разберутся. Так, маркер я поставил, дальше сейчас пауза идет.